Джек Хиггинс Недурная погода для рыбалки Перевод с английского Москва. Рипол. Классик. 2004 год Глава первая Ночное путешествие Временами Жан Мерсье удивлялся тому, как устроена жизнь. И сейчас был как раз тот случай. Где-то далеко от катера в темноте были береговая линия, которую он не видел, опасности, о которых он мог только догадываться, и отсутствие навигационных огней. Все это нагоняло тревогу. Ветер, настойчиво дувший с востока, проносился над заливом Сен-Мало, поднимал волны с белыми барашками и швырял брызги на ветровое стекло катера. Мерсье подвинул назад рукоятку газа и осторожно начал править к берегу, пристально вглядываясь в темноту и ожидая света, как посланцы небес. Потом Мерсье неуклюжно достал одной рукой сигарету и заметил, что пальцы у него дрожат и не слушаются. Он замерз, устал и испытывал страх. Но деньги были хорошими. Как говорится, деньги на бочку. И никаких налогов, больше, чем он мог заработать за три месяца рыбной ловли, с больной женой на шее и следовало хватать то, что само идет в руки, и быть благодарным. Огонек мигнул три раза и исчез так быстро, что поначалу Жан подумал, уж не померещилось ли. Потом устал и протер глаза, и в этот момент огонек мигнул снова. Он как загипнотизированный ждал третьей вспышки. Потом весь подобрался и постучал по полу рулевой рубки. На трапе послышались шаги, и появился Жако. Он снова выпил, и от кисловатого запаха перегара в соленом свежем воздухе Мерсье начало мутить. Жако отстранил его и встал за штурвал. — Где мы? — проворчал он. Огонек ответил ему, появившись впереди и немного слева. Жако прибавил скорость и повернул штурвал. Когда катер рванул в темноту, он достал из кармана полбутылки рома, проглотил остатки и вышвырнул пустую бутылку в открытую дверь. В свете нактоуза его фигура казалась бесформенной, а голова скрывалась в темноте. Его физиономия напоминала морду какого-то зверя. Маленькие поросячие глазки, сплющенный нос, складки кожи, загрубевшие от долгих лет пьянства и болезни. Мерсье невольно вздрогнул, как не раз прежде, а Жако ухмыльнулся. — Что? Боишься, малыш? — Мерсье не ответил. И Жако схватил его одной рукой за волосы, продолжая другой рукой держать штурвал, и потянул поближе. Мерсье вскрикнул от боли, и Жако снова рассмеялся. — Бойся, бойся! Мне это нравится. А теперь пойди и подготовь лодку. Он выпихнул Мерсье в открытую дверь, и тому пришло схватиться за поручень, чтобы удержаться. Слезы ярости и раздражения навернулись на глаза, пока он пробирался в темноте по палубе. Опустившись на колено возле резиновой лодки, Мерсье достал из кармана нож с пружинным лезвием, нащупал веревку, удерживавшую лодку на месте, перерезал ее и коснулся большим пальцем острого лезвия, думая о Жако. Одного хорошего удара было бы достаточно. Но даже при мысли об этом он почувствовал спазм в животе, торопливо сложил нож, встал и перегнулся через поручень. Катер продолжал двигаться в темноте, огонек снова мигнул. Когда Жако заглушил мотор, скорость упала, и они легли в дрейф бортом к берегу, отмеченному фосфорисирующей линией прибоя в сотни ярдов. Мерсье бросил якорь, Жако сам спустил лодку на воду и придержал ее за носовой швартов. — Теперь твоя очередь! — нетерпеливо буркнул он. — Я хочу поскорее убраться отсюда. Холодные злые волны били в днище лодки, пока Мерсье прилаживал весла. Он снова испытал страх, как и все эти дни. Берег оставался неведомой землей, хотя он уже бывал на нем в схожих обстоятельствах не меньше полудюжины раз. Но у него всегда оставалось ощущение, что на этот раз все сложится иначе. Полиция их ждет, и тогда он склопочет пять лет тюрьмы. Лодка неожиданно подпрыгнула на волне, на какой-то миг повисла в воздухе, а потом проскользнула сквозь пену прибоя и остановилась, коснувшись гальки. Мерсье убрал весла, шагнул в воду и развернул лодку носом к морю. Когда он выпрямился, вспышка света на мгновение ослепила его. Он поднял руку, словно защищаясь. Свет погас и в спокойный голос сказал по-французски. — Вы опоздали, давайте пошевеливаться. Это снова был тот англичанин. — Росситер. Мерсье мог судить об этом по его акценту, хотя его французский был почти безупречен. Это был единственный человек, к которому Жако относился с почтением. В темноте он был всего лишь тенью, и такой же тенью был человек, стоявший рядом с ним. Они коротко обменялись несколькими словами на английском, которого Мерсье не понимал. Затем второй мужчина шагнул в лодку и устроился на носу. Мерсье последовал за ним, поднял весла. Росситер толкнул лодку сквозь первую волну и шагнул на нос. Когда они добрались до катера, Жако уже ждал их на корме, его сигара слабо светилась в темноте. Пассажир выбрался первым, за ним последовал Росситер с его чемоданом в руках, и к тому времени, когда Мерсье взобрался на палубу, англичанин с пассажиром уже исчезли внизу. Жако помог ему вытащить лодку на палубу, оставил возиться с креплениями, а сам прошел в рулевую рубку. Немного погодя, мягко заурчал мотор, и они направились в открытое море. Закончив работу, Мерсье прошел вперед, чтобы убедиться, что все в порядке. Росситер присоединился к Жако в рулевой рубке, и они стояли рядом у руля. При этом тонкое и изящное лицо англичанина сильно контрастировало с физиономией Жако, словно две стороны монеты. Один был животным, другой — джентльменом, и тем не менее казалось, что они так подходят друг другу, и этого Мерсье никогда не мог понять. Когда он проходил мимо рубки, Жако что-то тихо сказал, и оба расхотались. Даже если они были такими разными, веселый смех англичанина так странно смешивался с грубым хохотом Жако, что казалось, что они каким-то образом дополняют друг друга. Мерсье пожал плечами и пошел вниз, в камбус. Большая часть пути проходила на удивление спокойно. Ла-Манш выглядел как обычно, и только на рассвете начался дождь. Мерсье стоял у штурвала, и когда они начали приближаться к английскому берегу, перед ними плотной стеной встал туман. Он постучал по палубе, и через некоторое время появился Жако. Вид у него был жуткий. От бессонной ночи глаза опухли и налились кровью, лицо стало серым и помятым. — В чем дело? — Мерсье показал на туман. — Что-то он мне не нравится. — И где мы находимся? — Осталось миль семь-восемь. Жако кивнул и отстранил его. — Хорошо, дальше поведу я. В дверях появился Роситер. — Неприятности? — Жако пкачал головой. — Ничего такого, с чем я не смог бы справиться. Роситер подошел к Лееру, немного постоял там. Лицо его оставалось непроницаемым, только подергивавшееся на правой щеке жилка выдавала напряжение. Потом он, обойдя Мерсье, спустился вниз. Мерсье поднял воротник бушлата, сунул руки глубоко в карманы и остановился на носу. В сером свете раннего рассвета катер выглядел очень дряхлом, каким был на самом деле, жалким рыбацким баркасом. Корзины для крабов были в беспорядке и свалены на корме возле резиновой лодки, сетью брошенной на фонарь машинного отделения. Все было пропитано влагой из-за дождя, и когда они вошли в туман, его серые щупальца, холодные, липкие, противные, как при косновении мертвеца, мазнули Мерсье по лицу. И его снова одолел страх, такой сильный, что ноги задрожали, а желудок болезненно сжался. Он вытер рот тыльной стороной ладони и стал раскуривать сигарету, стараясь унять дрожь в пальцах. Катер проскользнул через серую завесу тумана на чистую воду, и пачка сигарет упала на палубу, когда Мерсье, вцепившись в поручень, наклонился вперед. В двух сотнях ярдов впереди наперерезом двигало что-то серое и длинное. Жако сбросил скорость, и в этот момент на палубе появился Роситер, а англичанин подошел к поручню и остановился, прикрывая рукой глаза от дождя. В сером утреннем свете вспыхнул какой-то сигнал, и он повернулся. Лицо его было мрачным. — Поворачивай! Начинай лавировать! Это катер Королевского военно-морского флота! Давайте убираться отсюда! Мерсье вцепился в его рукав. Паника настолько охватила его, что он чуть не вздохнулся. — Эти катера делают по тридцать пять узлов, мсье! У нас нет никаких шансов! — Роситер схватил его за горло. — Ты получишь семь лет, если нас схватят с пассажиром на борту, а теперь прочь с дороги! Он кинул Жако, пробежал по палубе и скрылся внизу. Моторы взревели, когда Жако включил их на полную мощность, а одновременно круто повернул штурвал, и катер резко накренился на один борт, почти остановившись на какое-то мгновение, а потом рванул вперед в туман. Серые стены тумана снова надвинулись на них, скрыв из виду. Дверь в кубрик со стуком распахнулась, и на палубе появились Роситер с пассажиром. Тот оказался негром средних лет, высоким и симпатичным, одетым в тяжелое пальто с меховым воротником. Негр растерянно огляделся вокруг, и Роситер что-то сказал ему по-английски. Негр кивнул и шагнул вперед к поручню, а Роситер вытащил автоматический пистолет и сильно ударил его по голове. Негр осел на бок и беззвучно упал на палубу. То, что произошло затем, было похоже на кошмар. Англичанин начал двигаться с невероятной скоростью энергии. Он схватил тяжелую цепь, лежавшую на корме, и несколько раз обмотал ее вокруг безжизненного тела. Последний раз он обернул цепь вокруг шеи и скрепил ее свободные концы. Потом повернулся к Мерсье и закричал, перекрывая рев моторов. — Все в порядке! Хватай его за ноги и бросай за борт! Мерсье стоял неподвижно, словно окаменев. Не теряя ни мгновения, Роситер опустился на колено и посадил негра. Тот с трудом поднял голову. Веки его дрогнули, и глаза открылись. Он взглянул на Мерсье не с мольбой, а с ненавистью. Губы его шевельнулись, и он закричал что-то по-английски. Роситер наклонился и схватил его за плечи, потом выпрямился. Негр полетел вниз головой через поручень и мгновенно исчез под водой. Роситер повернулся и наотмашь ударил Мерсье по лицу, так что тот растянулся на палубе. — А теперь вставай и начинай заниматься сетями, иначе я отправлю тебя следом! Потом он прошел в рубку. Мерсье полежал некоторое время, потом поднялся и заковылял на корму. Этого никак не могло случиться! Боже мой, но ведь этого никак не могло случиться! Палуба неожиданно накренилась, когда Жако снова переложил штурвал. Мерсье рухнул лицом на ворох вонючих сетей, и его начал рвать. На обратном пути к французскому берегу их спас туман, закрывший половину Ла-Манша. В рулевой рубке Жако глотнул ром прямо из бутылки, которую передал ему Роситер, и хрипл рассмеялся. — Мы ушли от них! — Тебе повезло! — сказал Роситер. — Жалко груз! — Такова жизнь! Роситер выглядел совершенно спокойным и кивнул в ту сторону, где Мерсье лежал на сетях, обхватив голову руками. — А что с ним? — Червяк! — бросил Жако. — Слабак! — Может быть, следовало его пустить поплавать? — А что ты скажешь в Сен-Денис? — спросил Роситер, покачав головой. — Предоставь это мне. Он прошел по палубе и остановился около Мерсье, протянув ему бутылку рома. — Тебе не мешало бы выпить. — Мерсье медленно поднял голову. — Он был еще жив. — Когда вы сбросили его в воду? — Светлые соломенные волосы Роситера блестели на раннем утреннем солнце. Он посмотрел вниз на Мерсье, лицо его было озабочено. Роситер тяжело вздохнул, нагнулся и вытащил из кармана великолепную Мадонну, пружинный нож длиной около восьми дюймов, явно очень старый. Какой-то мастер сделал ему ручку из слоновой кости и украсил ее серебром. Когда Роситер нажал большим пальцем на рукоятку, словно чудом появились шесть дюймов синеватой стали, любовные, тщательно заточенных с обеих сторон и острых, как бритва. Роситер почтительно поцеловал нож и без малейшей тени на смешке приложил его лезвие к щеке Мерсье. — У тебя есть жена, — мягко сказал он. При этом лицо его ни на миг не утратило непроницаемости. — Насколько я знаю, она инвалид. — Мерсье, — шепнул Мерсье. Ему показалось, что сердце остановилось. — Только скажи слово, Мерсье, только шепни, и я перережу ей глотку. Ты меня понял? Мерсье отвернулся. Желудок возжался, его снова начал рвать. Роситер выпрямился, прошел по палубе и остановился в дверях рубки. — Все в порядке? — грубо спросил Жако. — Естественно. Роситер глубоко вздохнул и улыбнулся. — Отличное утро, Жако, прекрасное утро. И подумать только, ведь кто-то еще валяется в постели и не видит эту красоту. Глава 2. Вниз к мертвецам Туман наползал на город, и где-то вдали суда печально гудели друг к другу, пробираясь по низовьям Темзы в открытое море. Туман был самым настоящим, какой бывает только в Лондоне и нигде больше. Этот туман убивал стариков, лишал улицы воздуха и превращал один из самых больших городов мира в царство хаоса и неразберихи. Польшу Вес вышел из такси возле Марбл-Арч, тихонько насвистывая поднял воротник плаща и вошел в ворота парка. Лично ему больше тумана нравился только дождь. Может быть, корни этого неприятия уходили куда-то в юность, а может быть, этому было и более простое объяснение. В конце концов, дождь и туман погружали человека в его маленький собственный мирок, что временами было очень удобно. Он остановился, чтобы закурить. Шу Вес был высоким, симпатичным мужчиной со столь же гальским лицом, как площадь Пигаль в субботу вечером, и о наследии отца бретонца явно свидетельствовали его кельтские скулы. Служитель парка вышел из темноты и без единого слова исчез, как случается только в Англии. Шу Вес продолжал путь, чем-то очень довольный. Больница святого Б.Д. находилась в дальнем конце парка. Это благотическое чудовище викторианской эпохи, обладавшее всемирно известной репутацией. Его уже ждали, и из приемного покоя служитель в аккуратной синей форме проводил его по длинной цепочке выкрашенных зеленой краской коридоров, каждый из которых, казалось, уходил в бесконечность. Затем его передали старшему технику лаборатории, сидевшему в небольшой стеклянной кабине, а тот, в наудивление современном лифте, доставил его в морг. В тот момент, когда двери лифта распахнулись, Шовес отметил пропитавший в Сео запах антисептики, столь характерный для больниц, и необычайный холод. Обширное помещение, в котором гулка перекатывала с эхо, было заполнено рядами стальных шкафов, в каждом из которых, скорее всего, хранился труп. Но интересующий его труп лежал на операционной тележке, закрытой резиновой простыней. — К сожалению, мы не могли держать его в боксе, — объяснил техник. — Он слишком раздулся, воняет, как прошлогодняя рыба, даже хуже. Рядом с трупом запах был совершенно непереносимым, несмотря на то, что наверняка были приняты соответствующие меры. Шовес вытащил носовой платок и прижал его к носу и рту. — Я понимаю, что вы хотите сказать. Ему приходилось много раз в самых разных вариантах сталкиваться со смертью. Но это была чудовищной. Слегка нахмурившись, он посмотрел вниз. — Как долго он пробыл в воде? — Шесть или семь недель. — Вы уверены? — Да, конечно. Анализы мочи, скорость химического разложения и все прочее. — Кстати, он был негром. — Или это вы уже знаете? — Да, мне сказали, но я бы никогда не подумал. Техник кивнул. — Длительное пребывание в соленой воде приводит к странным изменениям пигментации кожи. — Да, похоже на то. Шовес отступил назад и спрятал платок в нагрудный карман. — Большое спасибо. Думаю, что я увидел все, что было необходимо. — Сэр, теперь мы можем распорядиться этим трупом? — спросил техник, снова закрывая его простыней. — Да, я забыл. Шовес вытащил бумажник и достал оттуда печатный бланк. — Только кремация и все документы должны быть отправлены завтра в Министерство внутренних дел. — Его рассчитывали использовать для вскрытия в медицинском колледже. — Скажите, пусть свяжутся с Барком и Хейером. Шовес натянул перчатки. — Этого парня сжечь дотла. — И больше ничего. — Я сам найду дорогу. — Когда он вышел, техник закурил и слегка накмурился. Шовес его немного удивил. У него был вид иностранца, но совершенно очевидно, что он англичанин. — Очень симпатичный парень. Джентмен в старом смысле этого слова. Но что-то было не совсем так. Глаза — все дело в них. — Черные и совершенно лишенные какого-то ни было выражения. Казалось, что они смотрят прямо на вас, но в то же время сквозь вас. Очень похожи были они на глаза японского полковника в лагере в Сиаме, где техник провел три самых ужасных года своей жизни. Славным парнем был тот японец. Вроде бы добрый и участливый. Он буквально в следующее мгновение мог, и не моргнув глазом, курить, наблюдая, как забивают насмерть пленного. Техник вздрогнул и развернул переданный ему Шовезом Бланк. Он был подписан самим министром внутренних дел. Он аккуратно сложил его, сунул в карман и покатил тележку к соседней двери, за которой находился крематорий. Буквально три минуты спустя он закрыл стеклянную дверцу одной из трех специальных печей и повернул выключатель. Словно по волшебству вспыхнуло пламя, и раздувшееся от собственных газов тело немедленно обуглилось. Техник закурил вторую сигарету. Профессор Хэнсон будет не очень доволен, но все уже сделано, и, кроме того, он получил письменное предписание. Весело насвистывая, он вышел через другую дверь и отправился пить чай. Прошло почти два месяца с тех пор, как Шувес навещал дом в Сен-Жонс-Вуд, и возвращение было похоже на возвращение домой после долгого отсутствия. Возможно, в этом не было ничего странного, если учесть тот образ жизни, который он вел в течение последних двенадцати лет, работая агентом специального бюро, малоизвестного отделения британской разведки, занимавшегося делами, которые оставались практически никому неизвестны. Он поднялся по ступенькам и нажал кнопку звонка под латунной табличкой с надписью «Браун энд компани» и «Импорт-экспорт». Дверь почти тотчас же открыл высокий сидеющий мужчина в синей форме, склонившийся в почтительном поклоне. — Рад вас видеть, мистер Шувес. Вы хорошо выглядите и загорели. Я тоже рад, что вернулся Джордж. — Сэр, мистер Мэлори спрашивал про вас. Мисс Фрейзер звонит через каждые десять минут. — В этом нет ничего нового, Джордж. Шувес быстро поднялся по изогнутой лестнице в стиле ренессанса. Ничего здесь не изменилось, буквально ничего. Все было совершенно так же, как и прежде. Проходило много времени, когда ничего не случалось, и только потом что-то прорывалось на поверхность. И тогда хотелось, чтобы в сутках было двадцать семь часов. Когда он вошел в маленький кабинет в конце узкого коридора, Джин Фрейзер сидела за столом. Она сняла тяжелые очки и улыбнулась, что вязать чуточку теплее, чем кому-либо другому. — Поль, вы прекрасно выглядите, как чудесно вновь увидеть вас. Она вышла из-за стола, миниатюрная и тоненькая, чем-то напоминающая хиппи, но по-своему довольно привлекательная. Шувес взял ее руки в свои и поцеловал в щеку. — Я никогда не прощу себе, что пропустил тот вечер в сядл-рум. Это останется на моей совести. — О, я уверена. На ее лице появилась немного скептическая ухмылка. — Вы получили мое сообщение? — Мой рейс задержался, но посыльно и дождался, пока я появился на квартире. У меня не было времени даже распаковать вещи. Я побывал в больнице Святого Беде и видел разложившийся труп. Весьма неприятное зрелище. Он довольно долго пробыл в воде. Кстати, он совершенно побелел, что показалось мне очень необычным, особенно учитывая то, что вы мне о нем сообщили. Избавьте меня от деталей. Она нажала кнопку переговорного устройства. — Мистер Мэллори, пришел Поль Шавес. — Пусть войдет. Голос был сухим и далеким и принадлежал к другому миру. Миру, который Шавес почти забыл за два месяца, проведенных в постели. Легкая дрожь возбуждения сжала его желудок в тот момент, когда он открыл дверь. Мэллори ничуть не изменился. Тот же самый фланелевый костюм от того же самого известного портного. Тот же самый галстук именно той же школы. Каждый серый стальной волосок лежит на месте. Тот же самый холодный, отстраненный взгляд поверх очков. Он не расщедрился даже на улыбку. — Привет, Поль. Рад вас видеть. Сказал он таким тоном, словно не вкладывал ни в одно слово, содержащийся в нем смысл. — Как ваша нога? — Сейчас все в порядке, сэр. — Никаких последствий? Немного побаливает в сырую погоду, но врачи сказали, что со временем все пройдет. — Вам повезло, что вы еще можете ходить на двух ногах. — Пуля из Магнума — вещь довольно неприятная. — Как дела, Волдерни? Мать Шовеза, англичанка, была на пенсии и жила на этом самом чудесном из всех островов Ла-Манша, так что его лечение проходило под заботливым окон. Он подумал с удивлением, что накануне, в это же самое время, он дышал свежим воздухом на белых песках, телеграф в Бей, холодный цыпленок и салат. А к ним бутылка немецкого вина, молоко любимой женщины, замороженное в холодильнике и завернутое в мокрое полотенце, что было, строго говоря, не совсем по правилам, но зато именно поэтому его вкусно было пить. Он вздохнул. — Прекрасно, сэр. Все прошло чудесно. Мэлорис сразу же перешел к делу. — Вы видели труп в больнице Святого Беда? Шовез кивнул. — Есть у вас какие-нибудь соображения, кто это может быть? Мэлори потянулся за папкой и открыл ее. — Негр Харри Престон с Ямайки, родом из Свест Индии. Как вам удалось это установить? Его отпечатки пальцев были в картотеке. Шовез пожал плечами. Его пальцы были раздуты, как бананы, когда я его видел. О, парни из лаборатории умеют решать такие проблемы. Они взяли кусочек кожи и уменьшили его до нормальных размеров с помощью соответствующих химических средств и получили вполне надежный отпечаток. Кому-то пришлось изрядно повозиться с телом неизвестного мужчины, пробывшим в воде более шести недель. Почему? Прежде всего, все произошло не совсем так. Он был обнаружен на дне трала рыболовного судна в Бриксхеме, причем на него был намотан около семидесяти фунтов цепи. Вероятнее всего, убийство. Смерть наступила от того, что он утонул. Довольно противная штука. Мэллори передвинул к нему по столу фотографию. Вот. Это его фотографии, сделанные во время процесса в Олдбейли в 1967 году. За что он был осужден? Ограбил казино в Бирмингеме, украл пятьдесят две тысячи фунтов. Кстати, деньги так не нашли. Он был оправдан в связи с отсутствием улик. Свидетелей не нашлось и все такое. Обычная история. Должно быть, у него были неплохие связи. Мэллори достал одну из своих турецких сигарет и откинулся в кресле. Харви Престон прибыл в Англию в 1938 году и вступил во вспомогательные войска во время Мюнхенского кризиса. Его мать и отец вместе с младшей сестрой приехали через несколько месяцев, и он поселил их в небольшом домике в Брикстоуне. Он сам служил в Алдершоте, в транспортном полку водителем грузовика. Его мать родила еще одного сына, которого назвали Дарси, в сентябре 1939 года. Неделю спустя полк Харви был переброшен во Францию. Во время Большого отступления, когда в 1940 году прорвались немецкие танки, его полк был разбит, а он сам дважды ранен в правую ногу. Его эвакуировали через Дюнкерк, и он вернулся в Англию, но так сильно хромал, что был уволен в отставку. И чем же он занимался после этого? Сначала он водил машину скорой помощи, но потом ему пришлось пережить личную трагедию. Домик в Брикстоуне был разрушен прямым попаданием бомбы, и в живых остался только его младший брат. С этого момента все пошло по-другому. И что же он делал? Выбирайте, что хотите. Черный рынок, проституция. После войны он организовал несколько нелегальных казино и приобрел кое-какой вес в уголовном мире. В 1959 году связался с организованной преступностью. Полиция была уверена, что он руководит весьма эффективной бандитской группировкой, но ничего не смогла доказать. За ним числилось несколько ограблений, и было совершенно ясно, что он имеет отношение к перевозке наркотиков. Да, вполне определенная личность. И что же случилось после его оправдания в прошлом году? Его выслали? Мэлори покачал головой. Для этого он слишком долго здесь прожил. Но Скотланд-Ярд занялся им вплотную. Для начала у него отобрали лицензию на проведение азартных игр, что выбросило его из-за горного бизнеса. Они так плотно наступили ему на пятки, что он едва осмеливался высунуться из собственного дома. Это случилось вскоре после того, как были украдены деньги из казино в Бирмингеме. Даже если он и не пытался бы предпринять что-нибудь вновь, ему могли помешать и истратить эти деньги. Он был женат? Нет, он жил один. Кстати, ничего ненормального в его поведении не было. Просто каждый вечер появлялась новая девица. И так продолжалось до самого конца. А что стало с братом? С тем, что выжил после бомбардировки? Молодым Дарси... Мэлори усмехнулся. Случились довольно странные вещи. Харри держал его при себе. Он отправил его в колледж Святого Павла. Должно быть, хотел устроить ему блестящую жизнь. День он проводил вместе с сыновьями из лучших семей, а вечера с самыми отъявленными подонками в Лондоне. В любом случае, он решил жить строго по закону и три года назад сдал все выпускные экзамены. После суда над Харви он уехал на Ямайку. А что сделал Харви? Два месяца назад улетел в Рим. В лондонском аэропорту его буквально разобрали на части, но на нем ничего не было. Его вынуждены были отпустить. А куда он двинулся из Рима? Интерпол проследил за ним до Неаполя, а там он исчез из виду. Для того, чтобы два месяца спустя вновь появиться на дне рыбацкого трала, недалеко от английского побережья. Интересно. Как вы думаете, что за игру он вел? Все довольно ясно. Он пытался нелегально проникнуть в страну. Если полиция не знала, что он находится здесь, то он смог бы не спеша извлечь свои деньги из тайника и тем же способом, каким бы он ни был, снова покинуть страну. Шувес кое-что начал понимать. Кто-то вышвырнул его за порт в Ла-Манши. Именно это вы предполагаете. Что-то в этом роде. В этом бизнесе, связанном с ночными поездками, после принятия закона об эмиграции в Британском Содружестве Наций крутятся большие деньги. Пакистанцы, индусы, выходцы из Весты Индии, австралийцы, любой, кто не может получить визу обычным способом, платит весьма неплохо. Пару дней назад в газетах описывался подобный случай, сказал Шувес. МВС остановили старый катер недалеко от Феликс Стоуна и обнаружили на борту 32 пакистанца. Каждый из них заплатил за перевоз 350 фунтов. Кто-то мог за ночь неплохо заработать. — Это любители, — покачал головой Мэллори. — У большинства из них нет никаких шансов. Но существуют и профессионалы, занимающиеся этим люди, члены хорошо сколоченной организации. Существует тайный маршрут, который тянется от самого Неаполя. Итальянская полиция устроила несколько проверок и сообщила нам весьма интересные вещи о судне Анна, совершающем под панамским флагом регулярный рейс между Неаполем и Марселем. Шувес потянулся за папкой, открыл ее и стал просматривать лежащие в ней фотографии. Там было несколько снимков Харви Престона, сделанных в течение ряда лет. Фотографии на ступеньках Олд Бейли после судебного процесса, где рука его лежала на плечах младшего брата. Шувес перелистал сообщение, потом поднял глаза. — Это дело полиции. Какое это имеет отношение к нам? — Нас попросил помочь специальный отдел Скотланд-Ярда. Им кажется, что для проведения этой работы нужны специальные таланты, которыми обладают наши оперативники. — В последнее время их просьбы о помощи привели к тому, что мне пришлось провести шесть месяцев в трех самых отвратительных тюрьмах Великобритании, — сказал Шувес. — Да еще я чуть был не потерял ногу. — Почему они сами не могут проделать свою грязную работу? — Мы разработали для вас подходящую легенду. — Бесстрастно, — сообщил Мелори. — И используйте свое собственное имя. Нет никаких причин вам менять. Австралийский гражданин французского происхождения разыскивается в Сидне за вооруженное ограбление. Он передвинул к нему через стол папку. — Все, что вам понадобится, собрано здесь, включая вырезки из газет, подтверждающие ваше преступное прошлое. Естественно, вы готовы заплатить любую цену за то, чтобы попасть в Англию, и чтобы при этом вам не задавали вопросов. Шувес почувствовал себя так, словно его захлестнул штормовой вал. — Когда я должен уехать? — В 3.30, самолет в Рим из лондонского аэропорта. Вы успеете на него, и если поспешить, у вас еще будет 15 минут свободного времени. За этой дверью стоит ваш чемодан. Я позаботил, чтобы его доставили сюда. — Очень хорошо получилось, что у вас не было времени его распаковать. Он встал и протянул руку. — Удачи, Поль. Связь с нами, как обычно. — Мелори. Сел, надел очки и потянулся за очередной папкой. Шувес забрал свои бумаги и вышел. Закрыв дверь, он рассмеялся. — Что такого смешного? — строго спросила Джин Фрейзер. Он перегнулся через стол и потрепал ее по щеке. — Ты самая симпатичная юбка, которую мне приходилось видеть с тех пор, как я покинул Сейдной, — сказал он с великолепным, гнусавым, австралийским выговором. Она изумленно уставилась на него. — Вы сошли с ума! Он подхватил свой чемодан и расхатался. — Должно быть, Джин, должно быть. Я на самом деле сошел с ума. — Сказал он и вышел. Глава третья. Девушка из Бомбея Девушка была индианкой и очень молодой, насколько мог судить Шувес, не старше шестнадцати. У нее были тонкая, безупречная фигурка и печальные карие глаза, которые идеально оттеняла алые сари. За двое суток плавания от Неаполя Шувес видела только однажды и предположила, что у них может быть общая цель. Когда она вышла на палубу, он наклонился над поручнем. Она немного неуверенно кивнула ему и постучала в дверь каюты капитана. Спустя какое-то время дверь открылась и появился Скирос. Он был голый по пояс, его щетина давно нуждалась в бритве. Он заискивающе улыбался, отчего выглядел более отталкивающий, чем обычно. Девушка немного поколебалась, но все-таки зашла в каюту. Скирос мельком взглянул на Шувеза, подмигнул и закрыл дверь, что явно не предвещало ничего хорошего для мисс Индии. Шувез пожал плечами. В такое дело ему не следовало совать свой нос. У него были другие проблемы, над которыми еще стоило подумать. Он закурил и пошел на корму до потопного парохода. Павло Скирос родился в Константинополе сорок семь лет назад, о его родителях ничего не было известно. В его жилах текло немного греческой крови, немного турецкой и довольно много русской, и он был позором для всех трех наций. Всю свою жизнь он бродил по морям, и тем не менее его права судоводителей были весьма неопределенными, чтобы не сказать больше. Но он в избытке обладал дурными качествами, что вполне устраивало владельцев Анны. Он уселся на краю стола в своей захламленной каюте, почесал левую подмышку и почувствовал вожделение, взглянув на девушку. — Чем могу быть полезен? — спросил он по-английски. — Мои деньги, — сказала она. — Вы сказали, что вернете их, когда мы прибудем в порт. — Все в свое время, дорогая. Мы причалим через полчаса, и вам не следует попадаться на глаза, пока таможенники не закончат досмотр. — Могут быть неприятности? — испуганно спросила она. Он покачал головой. — Обещаю, что никаких неприятностей не будет. Все обговорено. Через пару часов вы сможете продолжить путешествие. Он встал и придвинулся к ней вплотную, так что она ощутила его запах. — Вам совершенно не о чем беспокоиться. Я лично все организую. Он положил ей руку на плечо, и она слегка отшатнулась. — Спасибо большое, спасибо. Я пойду переоденусь. Не думаю, что Саре будет подходящим нарядом вечером в Марселе. Она открыла дверь и остановилась, глядя на Шореза. — Кто этот человек? — Просто пассажир. Австралиец. — Понимаю. — Казалось, она колеблется. — Он такой же, как и я? — Нет. — Ничего подобного. Скирос стер пот со лба тыльной стороной ладони. — Вам лучше пройти в свою каюту и оставаться там. Я зайду за вами попозже, когда все успокоится. Она снова улыбнулась. — Спасибо. Вы просто не представляете, что это для меня значит. Дверь за ней закрылась. Некоторое время Скирос тупо смотрел на нее, затем достал из стола бутылку виски и грязную оловянную кружку. Пил он, продолжая думать о девушке, о том, что он с ней сделает, когда все уладится и успокоится, и они останутся одни. Выражение его лица ничего хорошего не предвещало. Они вошли в Марсель с вечерним приливом, а когда причалили, было уже темно. Шовес еще раньше спустился в свою каюту, лежал на койке, курил и смотрел в потолок, на котором шелушащая сокраска образовала целую серию интересных картинок. Да, и все судно оставляло желать много лучшего. Еда была почти несъедобной, одеяло грязными, а вся команда от Скироса до последнего матроса производила зловещее впечатление. Используя информацию, полученную от итальянской полиции, Шовес подошел к Скиросу в одном из кафе на набережной Неаполя и вытащил пачку в 700 фунтов пятерками, отчего глаза капитана загорелись. Шовес не стал излагать криминальную часть своей легенды, он предпочитал, чтобы Скирос сам это понял. Он просто представился австралийцем, который очень хочет попасть в старую Англию и которому отказано в виде. Скирос проглотил эту историю. Они договорились, что за сто фунтов Шовеса доставят в Марсель, нелегально высадят на берег и передадут людям, которые обеспечат безопасную переправу через Ла-Манш. Оказавшись на борту, Шовес умышленно оставлял на виду свой бумажник, правда, без банкнот. Однако содержавший, помимо всего прочего, вырезки из Сидней Моннинг Геральт, в которой говорилось, что полиция разыскивает поле Шовеса, чтобы допросить его в связи с целым рядом вооруженных ограблений. Для полной достоверности там была даже фотография, и наживка должна была сработать, так как каюту обыскивали. У Шовеса были средства узнать о подобных вещах. Его несколько удивилось, что он доплыл почти до места, и за это время не последовало попыток освободить его от наличности и выкинуть за борт, хотя Скирос выглядел как человек, который охотно продаст на рынке родную сестру, причем за очень умеренную цену. Каждую ночь, ложа спать, Шовес закрывал каюту на два замка, и у Смитри Рессон все время был под подушкой. Теперь он достал его и тщательно проверил. В тот момент, когда он сунул его в специальную кобуру, аккуратно пристроенную у него на боку, раздался стук в дверь и в каюту взглянул Мелос, первый помощник Скироса. — Капитан Скирос, ждет вас. — Спасибо, дружище. Шовес надел черный плащ и подхватил чемодан. Пора в путь. — Лил дождь. Шовес прошел за Мелосом по скользкой палубе к каюте капитана. Когда они вошли, Скирос сидел за столом и поглощал свой ужин. — Итак, мистер Шовес, мы добрались. — Благополучно? — Похоже на то, приятель. Добродушно признал Шовес. — Я дал вам в Неаполе пятьдесят фунтов, так что теперь должен еще пятьдесят. Он достал пачку пятерок, отсчитал десять штук и положил на стол. Скирос быстро сгреб их. — Приятное имя дело с таким человеком, как вы. — И куда я должен идти? — спросил Шовес. — В этом доке нет охранника. Когда будете проходить ворота, никто вас не остановит. — Садитесь на экспресс. — Шовес, отправляющийся в девять тридцать в Париж, подождите на платформе в дальнем конце возле книжного киоска, и к вам подойдет человек, который спросит, не вы ли его кузен Шарль из Марселя. Обо всем уже договорено. — Тогда все в порядке. Шовес все еще изображал дружелюбие, застегивая плащ и поднимая чемодан. — Что-то я не вижу. Нашу индианку. — А, собственно, почему она вас интересует? — насторожился Скирус, и его улыбка исчезла. — Да просто так, ничего особенного. Просто подумал, что она путешествует тем же способом, что и я. Вы ошибаетесь. Скирус поднялся, вытер рот и протянул руку. — На вашем месте я не стал бы задерживаться. У вас осталось времени только-только успеть на поезд. — Шовес улыбнулся обоим мужчинам. — Я ведь не могу опоздать на этот поезд, верно? Не хотелось бы доставлять людям лишние хлопоты. Он вышел на дождь, прошел по палубе и спустился по сходним. Внизу он на мгновение остановился под фонарем, а потом исчез в темноте. Мелос вопросительно посмотрел на Скируса. — Немало денег было в этой пачке. Скирус кивнул. — Проследи за ним. Возьми с собой Эндрю. Думаю, вас двоих будет достаточно. — А что, если он поднимет шум? — А как он может это сделать? — Он в стране нелегально, и Сиднейская полиция разыскивает его за вооруженное ограбление. Шевели мозгами, Мелос. Мелос вышел. — Скирус продолжил ужин, со смаком уничтожая еду. Закончив, он налил большой стакан виски и медленно выпил его. Когда Скирус вышел на палубу, дождь лил еще сильнее, разбрызгивая серебряные капли в желтом свете стояночных огней. Он прошел к каюте девушки, постучал и вошел. Она стояла у койки в голубом свитере и плессированной серой юбке. На ее лице появилось что-то тревожное. Она пересиловала себя и улыбнулась. — Что, уже пора, капитан Скирус? — Да, уже пора, — сказал Скирус. Быстро толкнул ее на койку и навалился сверху, зажав ей рот рукой, чтобы она не могла издать ни звука. Мелос и матрос Эндрю торопливо прошли пристани, остановились, прислушиваясь возле ворот. Было совершенно тихо. Мелос нахмурился. Куда он делся? Он успел сделать всего шаг, как Шовес вышел из темноты, одним ударом свалил его на землю и наступил на горло. Мелос заерзал на мокром булыжнике, и Шовес, придерживая корчившееся тело, усмехнулся, глядя на Эндрю. — Что вас задержало? Эндрю стремительно рванулся вперед, в его руке блеснул нож. Шовес весьма профессионально сделал подсечку, и он также очутился на булыжнике. А когда начал было подниматься, Шовес схватил его за руку и вывернул ее в сторону и вверх. Эндрю закричал, когда в плече у него лопнуло сухожилие, и Шовес швырнул его головой вперед на металлическую ограду у ворот. Мелос попытался подняться, но не смог. Шовес оставил Эндрю и схватил Мелос за шкирку. — Меня действительно должны были встретить возле книжного киоска на вокзале в Париже. Мелос покачал головой. — А девушка из Индии? — Что с Кирой собирался сделать с нею? Мелос не ответил. Шовес отвращением отшвырнул его и побежал обратно к судну. Девушка впила с зубами в руку капитана и прокусил ее до кости. Он зарычал от боли и ударил ее по лицу. — Черт возьми, я тебя проучу. Ты мне еще поползаешь в ногах, прежде чем я с тобой покончу. Когда он с искаженным от боли лицом двинулся на нее, дверь распахнулась. И вошел Шовес. В одной руке он небрежно держал пистолет, а черные глаза на бледном лице горели злым огнем. Скирос обернулся, и Шовес покачал головой. — А ты в самом деле подонок, Скирос. Скирос шагнул вперед, и Шовес ударил его по лицу стволом пистолета, так что хлынула кровь. Тот упал на койку, а девушка бросила к Шовесу, который обнял ее за плечи. — Ничего не говорите. — Я сам попробую догадаться. — Вы хотели попасть в Англию, но вам не дали визы. — Да, правильно, — удивилась она. — Тогда мы с вами в одной лодке. Много денег он с вас потребовал. Он забрал в Неаполе все мои деньги. Больше четырехсот фунтов. Сказал, что сохранит их для меня в безопасном месте. — Ну и как? Он это сделал? Шовес поднял Скирос и толкнул его к двери. — Забирайте свой чемодан и ждите меня в исходни. У нас есть, что обсудить с нашим добрым капитаном. Когда Шовес втолкнул Скироса в его каюту, тот злобно обернулся. По лицу текла кровь. — После этого ты не выберешься отсюда. Шовес еще дважды ударил его пистолетом и свалил на пол. Потом присел на корточки и дружелюбно сказал. — Давай сюда деньги, девушки. У меня не так много времени. Скирос достал из кармана ключ, проковылял к небольшому сейфу за койкой и открыл его. Потом вытащил оттуда пачку банкнот и швырнул их Шовесу. Мог бы вести себя повежливее. Шовес оттолкнул его, сунул руку в сейф, вытащил оттуда черный денежный ящик, перевернул его, и на пол упали еще две-три пачки. Шовес засунул их в карманы и усмехнулся. — Это для тебя урок на будущее. — Скирос, теперь ты будешь ценить каждое пенни. — он постучал стволом пистолета ему по лбу. — А теперь давай адрес. — Настоящий адрес, где мы можем найти судно, чтобы перебраться через Ла-Манш. — Отправляйся в Сен-Денис на побережье Британии, недалеко от залива Сен-Мало, — проворчал Скирос. — Скирос, ближайший большой город, Сан-Брие. Там найдешь отель, который называется «Беглец». Спроси Жако. — Если ты соврал, я вернусь, — сказал Шовес. Скирос с трудом смог прошептать. — Это правда. Ты можешь делать все, что хочешь. Черт бы тебя побрал. С меня хватит. Шовес отшвырнул его к стенке и вышел из каюты. Девушка с беспокойством поджидала его у начала сходни. На голове у нее был шарф, сверху наброшен полиэтиленовый плащ. — Я уже начала беспокоиться, — сказала она своим мягким певучим голосом. — Не из-за чего. Он протянул ей пачку денег, которые забрал у Скироса. — Думаю, это ваши. Она удивленно посмотрела на него. — Кто вы такой? — Друг, — спокойно сказал он и подхватил ее чемодан. — А теперь пошли. Думаю, для нас это будет лучше всего. Он взял ее под руку, и они вместе спустились по сходни. Глава четвертая. Ночной поезд до Бреста. Они сели в ночной экспресс до Бреста, отправление которого пришло ждать всего десять минут. Народу было немного. Шувес сумел найти свободное купе в конце вагона, оставил девушку караулить вещи, а сам отправился в буфет. Через некоторое время вернулся с картонным стаканчиком кофе, бутербродами и дюжиной апельсинов. Девушка с благодарностью выпила кофе, но покачала головой, когда он предложил ей бутерброд. — Я ничего не могу есть. — Думаю, нам предстоит долгая ночь, — сказал он. — Я оставлю его. Вы сможете съесть потом. Поезд тронулся, и она вышла в коридор, чтобы полюбоваться огнями Марсели. Когда в конце концов девушка вернулась в купе, казалось, напряжение ее исчезло. — Теперь вы лучше себя чувствуете, — спросил он. — Я совершенно уверен, что-то еще может случиться. Может появиться капитан Скирос. — Это просто был страшный сон, — сказал он. — Теперь вы можете о нем забыть. Временами вся жизнь похожа на страшный сон. Почему бы вам не рассказать мне об этом? Казалось, она страшно смутилась, а когда заговорила, в ее голосе в первый момент явно чувствовалась нерешительность. Ее звали Фамия Надим, и он ошибся, оценивая ее возраст. Ей было девятнадцать. Она родилась в Бомбее, мать ее умерла, когда она была ребенком, а отец эмигрировал в Англию, оставив ее на печенье бабушки. Дела его пошли хорошо. Сейчас он владеет процветающим индийским рестораном в Манчестере, и три месяца назад, после того, как старушка умерла, прислал ей приглашение. Ну, а затем начались сложности, хорошо знакомые Шавезу. В соответствии с положениями закона об эмиграции, только кровные родственники граждан Британского Содружества Наций, уже проживающих в Великобритании, получали въездные визы без разрешения на работу. Отсутствие формального свидетельства о рождении не позволяло Фамия доказать свои родственные связи с отцом. К сожалению, изобилие просьб о визах, основанных на фальшивых документах, вынудило власти строго придерживаться буквы закона. Если не существовало абсолютно строгого доказательства родственных отношений, въезд не разрешался, и Фамия буквально следующим рейсом была выслана в Индию. Но отец не сдался. Он послал ей денег и сообщил о подпольной организации, помогавшей людям, оказавшимся в затруднительном положении. Она была необычайно наивна. И Шавез столкнулся с известными трудностями, пытаясь вытащить из нее необходимую информацию об экспортной фирме в Бомбее, откуда началась ее поездка через Каир и Бейрут в Неаполь, где ее встретили люди, контролирующие Анну. Но почему вы отдали с Киросу все свои деньги? Он сказал, что так будет безопаснее, что могут найтись люди, которые воспользуются моей доверчивостью. И вы поверили. Он показался мне добрым. Она откинулась на сиденье и посмотрела на свое отражение в темном стекле вагона. — Она прекрасна, слишком прекрасна, чтобы это могло послужить ей на пользу, — подумал Шавез. — Милая, легкоранимая молодая девушка в этом мире, полном кошмаров. Фамия слегка покраснела, заметив, что он наблюдает за ней. — А вы, мистер Шавез, не могли бы вы рассказать о себе? Он пересказал ей свою легенду, опустив преступную часть. Он представился художником из Сидне и сказал, что хотел несколько месяцев поработать в Англии. Но оказалось, что существует длинный список ожидающих разрешения на работу, а у него нет желания стоять в этой бесконечной очереди. Фамия без всяких возражений приняла его историю, что было довольно плохо, так как она содержала множество явных прорех, потом откинулась назад, и постепенно ее глаза закрылись. Он почувствовал какую-то ответственность за нее, что было уж совершенно абсурдным. Она была для него никем и ничем. В любом случае, при некотором везении, все должно было обойтись относительно благополучно, пока они не наберутся до Сен-Денис. Но что произойдет, когда они попадут в Англию, и Меллори начнет действовать в соответствии с его информацией? Ее навсегда отправят в Бомбей и уже никогда не позволят снова просить разрешения на въезд после того, как она предпримет попытку нелегально проникнуть в Англию. Временами жизнь бывает довольно трудной. Шовец вздохнул, сложил руки на груди и пытался заснуть. В Сен-Бриене приехал около пяти утра. Девушка мирно проспала всю ночь, и Шовец разбудил ее перед самым прибытием. Она исчезла в конце коридора, а когда через некоторое время вернулась, была аккуратно причёсана. — Есть там горячая вода? — спросил он. Она покачала головой. — Я предпочитаю умываться по утрам холодной. Это очень освежает. Шовец потрогал жёсткую щетину на подбородке. — Мне не очень улыбается заживо сдирать кожу. Побреюсь позже. Через пять минут поезд подошёл к Сен-Брие. Они оказались единственными пассажирами, которые вышли из поезда. На перроне было холодно и пустынно, как на вокзалах во всём мире в ранние утренние часы. Создавалось впечатление, что все люди исчезли. Контролёр, защищённый от холодного утреннего воздуха, тяжёлым пальто и шарфом, явно был пенсионного возраста. Он относился к тем людям, которые безразличны ко всему, даже к самой жизни. Его бледности и непрекращающийся кашель говорили о слабом здоровье. Отвечал он на вопросы Шовеза с холодной любезностью, мысли его были явно далеко. — Сен-Денис, да, есть автобус до Динара, который пройдёт примерно в миле от Сен-Денис. Он уходит в девять часов от сквера. Да, есть кафе, которое обслуживает рабочих рынка и открывается довольно рано. Псье Пино свой доход не упустит. Контролёр вновь погрузился в свои мрачные думы. Шовез и Фамия отправились в город. Под дождём они спустились по ступенькам и пересекли сквер, направляясь к ярко освещенным окнам кафе. Там было тепло, но не очень оживлённо. Шовез усадил девушку за столик возле окна и подошёл к отделанной цинком стойке бара. Лысый мужчина средних лет в полосатой рубашке и белом переднике, видимо, и был тем самым Сье Пино, о котором говорил контролёр на вокзале. Отложив газету, он улыбнулся. — Вы только что с поезда? — Да. Шовез заказал кофе и булочки. — Нам сказали, что в девять часов есть автобус до Динара. Это действительно самый ранний рейс? Наливая кофе, Пино кивнул. — Вы хотите попасть в Динар? — Нет, нам нужно в Сен-Денис. Кофейник замер в руке Пино. Он осторожно покосился на Шовеза. — Сен-Денис, вы хотите попасть в Сен-Денис? Его реакция была довольно неожиданной, и Шовез дружелюбно улыбнулся. — Совершенно верно. — Я хочу отдохнуть там несколько дней с подружкой. Договорился, что остановлюсь в отеле, который называется «Беглец», и встречусь там с Мсье Жако. Вы его знаете? — Возможно, Мсье. — Здесь бывает столько людей. Хозяин подвинул ему кофе и булочки. — Пожалуйста, тридцать пять франков. Шовез забрал две чашки из кофе и тарелку с булочками и отнес их на столик. Когда он садился, Мсье Пино тщательно вытер стойку, потом подошел к двери, которая явно вела в заднюю комнату, и исчез за нею. — Я отлучусь, — на минутку сказал Шовез девушке и шагнул следом. Он очутился в пустом, выложенном камнем коридоре. Никаких следов Пино не было. Шовез осторожно двинулся вперед и замер. Справа от него оказалась слегка приоткрытая дверь. По звукам, доносившимся из-за нее, стало ясно, что Пино говорит по телефону. Самое интересное, что он говорил на бретонском наречии, на котором Шовез говорил как местный житель. Дело в том, что его дед со стороны отца, несмотря на свои восемьдесят лет, до сих пор трудился на ферме недалеко от Ву. — Привет, Джоко. — Две посылки, которые ты ждешь, прибыли. Девушка полностью соответствует описанию, но мужчина меня беспокоит. Он говорит по-французски, как француз. Вернее, как должен говорить француз, если понимаешь, что я хочу сказать. Да, очень хорошо. Они ждут девятичасового автобуса. Шовез проскользнул обратно в кафе. Фамия уже заканчивала вторую булочку. — Поторопитесь, ваш кофе остывает. — Это не важно. Я пройдусь на станцию, чтобы еще раз проверить, когда отправится автобус. Долго не сдержусь. Он вновь вышел под дождь, не дождавшись ее ответа. И торопливо сшагал к станции. Там все еще было пустынно. Он быстро нашел то, что искал. Ряд металлических ящиков для багажа. Причем каждый имел отдельный ключ. Шовез достал бумажник и деньги, которые забрал у Скироса. В общей сумме было тысячи двести американских долларов и тысячи фунтов стерлингов. Засунул все это в заднюю часть ящика, быстро запер его и положил ключ под стельку правого башмака. Когда он вернулся в кафе, Фамия с беспокойством посмотрела на него. Он успокаивающе похлопал ее по руке и шагнул к стойке. — Я уж начал беспокоиться, не случилось ли с вами чего, — сказал Пино. Шовез пожал плечами. — Я подумал, что, может быть, есть какой-нибудь местный поезд или что-нибудь в этом роде. Чертовски долго ждать автобуса. — Пусть от вас не тревожит! — Пино одарил его широкой улыбкой. — Просто посидите спокойно и выпейте еще чашечку кофе. В это время множество фермеров и торговцев с рынка заглядываются, да. — Я организую, чтобы вас подвезли до Се-Андонис. Кто-нибудь обязательно поедет в ту сторону. — Очень любезно с вашей стороны. Может быть, выпейте со мной рюмочку коньяку? Сегодня довольно прокладное утро. — Прекрасная мысль! Пино потянулся за бутылкой и двумя рюмками и быстро их наполнил. — Ваше здоровье, Мсье! Он поднял рюмку и улыбнулся. Шовес улыбнулся в ответ. — И ваше здоровье! Коньяк приятно обжег ему пищевод. Он забрал свою чашечку кофе и вернулся к столику в ожидании дальнейшего развития событий. В кафе входили и выходили люди, главным образом грузчики соседнего рынка. Шовес взял девушке еще чашечку кофе и продолжал ждать. Примерно через полчаса из узкой улочки с другой стороны сквера вынырнул старый грузовик. Он лениво наблюдал за ним и заметил, что из той же самой улочки выехал Рено и остановился в обочине. Грузовик задормозил буквально в двух метрах от кафе, и из него вышел Жако. Девушка немедленно среагировала. — Посмотрите на этого человека! Какое ужасное лицо! Он кажется настоящим дьяволом! — Внешность! Иногда, может быть, весьма обманчивый, — заметил Шовес. В дверях Жако остановился на мгновение, небрежно осмотрел кафе, так, словно разыскивал приятеля, и тем не менее он их заметил. Шовес был уверен в этом. Жако попросил пачку сигарет, и Пино что-то сказал ему. Он глянул через плечо на Шовеса и снова отвернулся. Пино налил рюмку коньяку и вышел из-за стойки. — Вам повезло, мсье, — сказал он, обращаясь к Шовесу. — Этот человек едет в Сен-Денис. Он согласился вас подвезти. Шовес повернулся к девушке и сказал по-английски. — Наш симпатичный друг предлагает подвезти. Принят ли нам его приглашение? — Разве есть какие-то причины отказаться? Он улыбнулся и покачал головой. Вы, кажется, безнадежно несовременной. Но вообще-то дареному коню в зубы не смотрят. Жако проглотил свой коньяк и направился к двери. Потом остановился и взглянул на Шовеса. Лицо его было непроницаемым. — Насколько я понимаю, вы хотите попасть в Сен-Денис? Я как раз сейчас собираюсь туда. Можете поехать со мной. — Прекрасно! — обрадовал Шовес. — Мы поедем с вами. Жако коротко кивнул пино. — Я свяжусь с тобой насчет дальнейших указаний. Бросил он на бретонском наречии и вышел. Когда Шовеса и девушка вышли из кафе, Жако уже сидел за рулем. В кабине было место только для одного пассажира. Девушка заняла это единственное сидение, а Шовес устроил чемоданы сзади и забрался в кузов через задний борт. Грузовик тотчас тронулся, загремел по булыжнику и проехал мимо стоявшего на обочине Рено. Шовес поймал быстрый взгляд водителя, заметил его тщательно уложенные волосы. Рено отъехал от обочины и двинулся вслед за ними, что уже становилось интересным. Шовес коснулся ручки пистолета, висевшего в кобуре у него на боку, сел и стал ждать, что произойдет дальше. Через несколько минут они выехали из города и покатили по узкой проселочной дороге. Сильный дождь и поднимавшийся с земли туман существенно уменьшали видимость, но он успел бросить мимолетный взгляд на море, видневшийся вдали за полоской сосен. Рено держался так близко от них, что Шовес ясно видел бледное, изможденное лицо и великолепную прическу водителя, похожего на священника. Они подъехали к перекрестку, в том месте, где сосна, казалось, придвинулись со всех сторон. Грузовик продолжал двигаться прямо, а Рено повернул налево и исчез. Шовес нахмурился. Становилось все любопытнее, совсем как в Алисе в стране чудес. Наконец грузовик свернул на узкий песчаный проселок налево и двинулся через сосны к морю. Несколько мгновений спустя двигатель пару раз кашлянул, а затем заглох. Грузовик проехал. Немного по инерции дверца открылась, и Жако обошел машину сзади. — Что, неполадки? — спросил Шовес. — Кончился бензин, — сказал Жако. — Ну, это ерунда. Я всегда вожу с собой запасную канистру. Посмотрите там сзади под скамейкой. Шовес достал армейскую английскую канистру. Такую старую, словно ею пользовались со времен Дюнкерка. Она была полна. С ней очень неудобно было возиться в таком тесном пространстве. И ему пришлось ухватить ее обеими руками, на что, по всей видимости, рассчитывал Жако. Когда Шовес с явным усилием поднял канистру над задним бортом, из-за спины Жако появилась рука с монтировкой и резко опустился. Только Шовеса там уже не было. Он увернулся, держа канистру обеими руками, и монтировка ударилась о задний борт. Жако рванулся назад, стараясь избежать опасности, причем сделал это по инстинкту, благодаря которому он оставался невредимым в течение сорока трех лет и который подсказал теперь, что он совершил грубую ошибку. Но было поздно. Канистра ударила его в грудь, и он рухнул на землю ничком, пытаясь подняться. Но Шовес уже оседлал его. Рука, схватившая Жако за горло, подобно стальному капкану, перекрыла доступ воздуха, и он сразу начал задыхаться. Шовес не успел понять, что произошло потом. Просто он услышал крик Фамии, и в глазах неожиданно потемнело. Болей не было. Вообще никакой боли. Удар по шее был нанесен профессионалом. Эта мысль мелькнула и исчезла. Он увидел над собой разъяренное лицо, совершенно пустые голубые глаза. Водитель Рено нагнулся над Шовесом, держа обеими руками великолепную Мадонну. Шовес почувствовал, что его пистолет по-прежнему надежно лежит в кобуре на боку. Фамия Надим стояла возле грузовика, в ужасе сцепив руки. Жако стоял рядом. Шовес решил еще пару минут потянуть время. Он повернулся к Роситеру, посмотрел на него отсутствующим взглядом и потер ладонью глаза. Англичанин ударил его по лицу. — Ты слышишь меня, Шовес? Шовес попытался подняться на локте, но Роситер коротко улыбнулся. — Я начинаю думать, что ударил тебя сильнее, чем собирался. — Да, достаточно сильно. Шовес сел и потер шею рукой. — Думаю, что вы узнали обо мне от Скироса. — Естественно. Он дал мне понять, что при тебе находятся приличные суммы денег, принадлежащие организации, на которую я работаю. Где они? — В надежном месте, в Сен-Брие. Я решил сделать то, что игрок в покер называет тузом в кармане. — Кстати, с кем я разговариваю? Вы наверняка о нем, Сьежако. — С Мьежако вы уже встречались. Меня зовут Роситер. И он со Скиросом работает на вас. Можно сказать и так. — Тогда мне не очень нравится, как ваша организация обращается с клиентами. — Когда я прибыл в Марсель, Скирос направил меня по ложному пути и послал следом двух подонков, чтобы меня ограбить. Когда я вернулся на судно, чтобы поговорить с ним, то узнал, что он в это время изнасиловал эту девушку и забрал у нее более четырехсот фунтов. Я не знаю, хорошо ли он работает на вас, но должен сказать, что на его банковском счету может казаться много интересного. Казалось, Роситер его не слушал. Нахмурившись, он шагнул к Фомиенадим и, взяв за подбородок, резко поднял ей голову. Он говорит правду. Странно, но ее страх совершенно исчез. Она холодно кивнула. Роситер неожиданно подошел к Шовезу. Взгляд его был суровым и крайне расстроенным. — Что за мир? — сказал он. — Что за отвратительный мир? Он глубоко вздохнул, потом словно что-то щелкнуло, и он снова стал самим собой встать. Шовез встал и одновременно выхватил свой пистолет. Жако что-то злобно крикнул, но Роситер жестом заставил его замолчать. Он остановился, слегка расставил ноги, подбросил высоко свою Мадонну и поймал ее правой рукой. — Ну и что теперь? — А ничего, — сказал Шовез. — Я просто хочу в целом добраться до Лондона и раствориться. — Ясно. На этот раз Роситер действительно улыбнулся. — Десять лет в австралийской терме едва ли заманчивая перспектива. Думаю, их исправительная система работает все еще по старинке. Шовез как будто удивился. — Приятель, есть что-нибудь, чего ты не знаешь? — Нет, если это касается моих клиентов. Шовез вздохнул и отвел пистолет. — Послушай, Роситер, у меня последние несколько месяцев хватало неприятностей. Больше не хочу. Просто доставь меня в Англию. Вот все, о чем я прошу. Я заплачу, что нужно. Поверь мне, что вся история в Марселе и дело рук с Кероса. Роситер сунул нож в карман. — Деньги. Где они? Шовез рассказал, потом снял правый ботинок и достал ключ, который Роситер тут же бросил Жако. Мы подождем тебя здесь. Можешь взять, Рено. Не говоря ни слова, Жако исчез в соснах. Шовез закурил. Пока все шло хорошо. Он посмотрел сквозь сосны на море и улыбнулся. — Симпатичный край. Я любовался окрестностями во время поездки. Видишь ли, мой отец родом из Британии. — А меня еще удивил твой французский, — сказал Роситер. — Он просто великолепен. Моя мать англичанка, но, насколько я помню, в семье мы говорили только на французском. Мой старик не признавал никакого другого. Роситер достал из нагрудного кармана узкий кожаный портсигар, вынул тонкую черную сигару и тщательно раскурил ее. — Расскажи мне о девушке. Она сидела на месте пассажира в кабине грузовика и наблюдала за ними. Шовез ей улыбнулся. — Я знаю только то, что она рассказала. Он быстро пересказал ее историю, и когда закончил, Роситер вздохнул. — Она слишком молода, чтобы столько пережить. Он сказал это с неподдельной нежностью и подошел к Фомие. — Роситер что-то говорил. Девушка отвечала. Неожиданно она улыбнулась и, немного погодя, громко рассмеялась. Роситер тоже рассмеялся, и на миг он показался совершенно другим человеком. Становилось все любопытнее. Шовез на какое-то время отогнал свои мысли и с удовольствием вдыхал запах влажных сосен и терпкий соленый воздух моря. Запах, который где бы он ни находился, напоминал ему детские годы, проведенные в Британии. Было бы неплохо навести дедушку в ВО. Старику наверняка понравился бы неожиданный визит умного внука, наполовину англичанина, читавшего лекции в университете, название которого дед никогда не мог запомнить. Он был немного занудой со своей докторской степенью по современным языкам, но в конце концов он был шовезом. Шовез смотрел сквозь деревья на море и вспоминал детство, которое прошло тысячу лет назад, и все чудесные мечты того времени. И вот теперь он вернулся в Британь и не может посетить дедушку в ВО. Из-за деревьев донесся автомобильный сигнал, означавший, что вернулся Жако. Роситер позвал Шовеза, он вздохнул и вернулся в действительность. Глава пятая. Беглец. Сент-Денис состоял из двух-трех десятков каменных домов среди сосен, окаймлявших подковообразную бухточку, служившую естественной гаванью. Там была деревянная пристань, в которой был причален старый катер длиной футов тридцать, который когда-то знавал лучшие времена. Начался прилив, и четыре плоскодонные рыбачьи лодки, обшитые внахлёст, выходили одна с другой в море. Такая же лодка лежала на берегу, выше максимальной отметки прилива, и двое мужчин возились с ней. Шовез заметил всё это в тот момент, когда грузовик выехал из сосен по узкой дороге, ставшей главной улицей деревни. Единственным живым существом была бездомная собака, печально сидевшая под дождём у двери одного из домов. Грузовик проехал деревню и почти остановился, так как Жако включил вторую передачу, чтобы справиться с крутым подъёмом. На вершине холма стоял беглец, двухэтажное каменное здание, огороженное высокими стенами. Жако въехал в ворота и остановился посреди вымощенного булыжником двора. Шовез выбрался из грузовика и с интересом осмотрелся. Всё имело невероятно запущенный вид и остро нуждалось в покраске. Ставень громко хлопал на ветру, болтаясь туда-сюда. Он взглянул наверх и заметил, как в окне слегка шевельнулась занавеска, задёрнутая кем-то, разглядывавшим его. Рено въехал во двор и встал позади грузовика. Из него вышла фамия, растерянно оглядываясь. Роситер вышел с другой стороны, достал её чемодан и взял её под руку. Она выглядела усталой, готовой свалиться в любую минуту. Он заботливо склонился над ней, что-то пробормотал и повёл её в дом. Шовез повернулся к Жако. — А что будет со мной? — Если б распоряжался я, ты бы спал в свинарнике. — Поаккуратней, — сказал Шовез. — Не гони волну. — А теперь пошли. Не сказав ни слова, Жако вошёл внутрь. Шовез подхватил свой чемодан и последовал за ним. На пороге он на мгновение задержался, чтобы рассмотреть вывеску над дверью. Было совершенно ясно, что она уже очень старая. На ней был изображён человек, спасающий субъектством от свор и собак. Это была неплохая картина. Ужас в глазах бедняги остался запечатлённым навеки. Внутри оказалась большая квадратная комната с низкими потолочными балками и вымощенным плиткой полом. По ней были разбросаны столы и стулья. В большом открытом камине горел огонь. У противоположной стены красовалась отделанная мрамором стойка бара. Жако обошёл её и налил себе большую рюмку коньяку. Потом засунул пробку в бутылку. — Шовес опустил свой чемодан на пол. — Я бы присоединился. — Чёрт, а с два! Сначала я хочу увидеть, какого цвета у тебя деньги. — Ты же знаешь, что их все забрал Росситер. Тогда тебе придётся помучиться о жажды. Он поставил бутылку на полку и громко крикнул. — Эй, мерсье! Ты где? Дверь позади бара открылась, и в комнату вошёл щуплый, болезненного вида мужчина лет сорока. На нём были залатанные рыбацкие штаны. Руки он вытирал грязным полотенцем. — Да, мсье, я вас слушаю, — сказал человечек. — Ещё пассажир для леопарда. Отведи его наверх. Он может жить вместе с Джонсом. Он хмуро набычился на Шовеса, пинком открыл дверь и исчез на кухне. — Прямо представление, — заметил Шовес. — Он вас всегда такой или сегодня стрясло что-то особенное? — Пойдёмте, мсье. Мерсье подхватил чемодан. Они поднялись на несколько ступенек и прошли по узкому белённому коридору, миновав несколько дверей. В дальнем конце коридора Мерсье постучал в одну из них, а ответа не последовало, и он открыл дверь. Комната была маленькой и голой, с двумя узкими низенькими койками, стоявшими рядом. На одной из стен висело распятие, на другой — дешёвая репродукция, изображавшая святого Франциска. В комнате было довольно чисто. Мерсье опустил чемодан на пол. — Мсье Джонс, наверное, скоро вернётся. Обед будет в двенадцать-тридцать. Если вы захотите ещё что-то узнать, придётся обратиться к мсье Росетеру. — Ах, к кому должен обратиться мсье Росетер? Мерсье нахмурился. Он был искренне удивлён. — Я не понимаю, мсье. — Ладно, оставим это, — сказал Шовес. Мерсье пожал плечами и вышел. Шовес бросил чемодан на одну из коек, подошёл к окну и выглянул наружу. — Так это и есть беглец. Не очень-то приветливое место. — Добро пожаловать в дом свободы, приятель! — сказал кто-то позади него. Высоко в небе кричала чайка и камнем падала в песчаные дюны. Негр стоял у края воды и бросал камни в море. Это был высокий, симпатичный человек с крепким угловатым лицом и удивительно голубыми глазами, явным свидетельством смешения крови, которое было так характерно для Вест Индии. Джек Джонс. Это имя подходило не хуже любого другого. У него были плечи боксёра-профессионала, который может проводить каждый день десять раундов, и Лишавес ничего не понимал в этом деле. — Негр растянулся на песке, достал из кармана пачку голубас и закурил. — Так, значит, вы из Австралии. — Вот именно, из Сидны. — Мне говорили, что неплохой город. — Лучше не бывает. Вам следует туда съездить. Это был неудачный шаг, и выражение с Ямайки посмотрело на него с безразличием. — Вы, должно быть, пошутили. Мне же не позволят даже сойти из корабля. Там предпочитают эмигрантов с самой светлой кожей, которые только и бывают у людей белой расы. Разве вы не знаете? Это было сказано без всякой злобы, и Лишавес пожал плечами. — Дружище, законы не по моей части. Я слишком занят тем, что их нарушаю. Уроженец Ямайки сразу заинтересовался. — Тогда это многое объясняет. — А меня-то удивляло, почему свободный и здоровый белый протестант, вроде вас, пользуется черным ходом, вроде нас, чтобы попасть в страну. — Католик, — поправил Шавес, — свободный и здоровый белый католик, просто к сведению. Джонс усмехнулся, вновь вытащил свою пачку голуаз и предложил ему сигарету. — И просто любопытно, насколько рьяно дом у вас преследует закон. — Считает, что это может стоить примерно десять лет. — И то есть мне повезет. И судью в этот великий день не будет слишком сильно донимать печень. Негр легонько присвистнул. — Ого, дружище, вы, должно быть, настоящий тигр, когда вы ходите на дело. — Все мои неприятности происходят из-за слабости к чужим деньгам. Шавес взглянул поверх песчаных дюн на небольшую гавань и, расстилавшись за ней, море. — Все правильно. Это самый великолепный берег, на который мне доводится ступать после того, как я покинул Бонди. — Именно так я подумал пять дней назад. Сейчас же здесь просто скучно. Я бы уж хотел уехать. — А что вы собираетесь делать после того, как пересечете Ла-Манш? Джонс пожал плечами. — У меня есть друзья в нужных местах. Они что-нибудь придумают. — И долго это будет продолжаться? — Сколько выдержу? — После того, как попаду в Лондон, я уже не могу ошибаться. Мне просто нужно вписаться в ту жизнь. В конце концов, одна черномазая физиономия весьма похожа на другую. Разве вы не замечали? Шавес не хотел сдаваться. — А что вы скажете об остальных постояльцах? — Если вы поверняете голову на пару румбов вправо, то увидите их. На старике, появившемся из-за песчаной дюны, в нескольких ярдах от них, было синее пальто, примерно на два размера больше, из-за чего он казался каким-то поникшим. А коричневая морщинистая кожа туго обтягивала скулы. Он не слишком твердо держался на ногах. У Шавеса создалось впечатление, что если бы не женщина, которая поддерживала его под руку, а другой рукой обнимала за плечи, он мог бы упасть. — Старому Хамиду семьдесят два года, — сказал Джонс. — Он с Пакистана, надеется добраться до своего сына в Брэдфорде. А женщина? — Миссис Кэмбелл. Она англо-индианка, пятьдесят на пятьдесят. То, что в добрые старые времена империи обычно называли Фи-Фи. У нее прекрасная шотландская фамилия. Но из-за цвета кожи она не может въехать, точно так же, как и я. Ее муж умер в прошлом году, и осталась единственная родственница, сестра, которая много лет назад вышла замуж за врача-англичанина и решила поселиться в Хайроугите. Миссис Кэмбелл пыталась получить разрешение на въезд, но ей отказали. — Почему? По законам о миграции она не является родственницей, находящейся на иждивении. По национальности она и индианка, больна туберкулезом. Она родилась в Индии, никогда в жизни не бывала в Англии, и тем не менее говорит об этом как о возвращении домой. Странно, не правда ли? — Не особенно. Миссис Кэмбелл был около пятидесяти лет. У нее были темные печальные глаза, и кожа более темного цвета, чем обычно у евразийцев. На ней было потертое меховое пальто, а шея и голова замотаны толстым шерстяным шарфом. Они остановились. Старик с трудом переводил дыхание. — Сегодня холодно, мистер Джонс, вам не кажется? Джонс и Шовес поднялись, и негр тевнул. — Это мистер Шовес, он только что прибыл. Он поедет вместе с нами. Старик не выказал никакого удивления. — Ах да, мисс Надим говорила о вас. — Вы ее видели? — спросил Шовес. — Буквально перед тем, как пошли на прогулку. Вступила в разговор миссис Кэмбелл. Старик протянул Шовесу свою мягкую и безвольную руку. Миссис Кэмбелл, кажется, немного смутилась и потянула старика за рукав. — Пойдемте, мистер Хамид. Мы не должны зря тратить время. Скоро обед. Всего хорошего, мистер Шовес. Ее английский язык привлекал своей точностью, а ее манера говорить напоминала о давно минувших временах. Шовес наблюдал, как они заковыляли по песчаным дюнам. Странные, похожие на тени создания, совершенно бестелесные, дрейфующие по воле волн в этом жестоком мире. И почувствовал необъяснимую горечь. Люди создают законы, чтобы защищать себя, но всегда есть кто-то, кто страдает от этого. Он повернулся и увидел, что Джонс наблюдает за ним загадочной улыбкой. — Мне кажется, вам их жаль. Слишком жаль для парня из Сидне, за которым по пятам следует закон. Воцарилась неловкая тишина. — Не понимаю, о чем вы, черт побери, говорите, — сказал Шовес грубо. — Я тоже, дружище. Джонс усмехнулся, и неловкость исчезла. — Вы, наверное, хотите есть, так что нам лучше вернуться. Они зашагали по песчаным дюнам и прошли по берегу над деревянным пирсом. Шовес показал на пришвартованный к нему моторный катер. — Это наше судно? — Джонс кивнул. — Не правда ли оно очень подходит Джако? — А что вы имеете против него? Джонс пожал плечами. — Когда-нибудь он продаст свою сестру и бабушку за бутылку у Рома. Он выпивает пару бутылок в день и постоянно увеличивает дозу. А человек, который работает на него, Мерсье, он боится собственной тени. Живет в лачуге на другом конце деревни с женой. Та чем-то больна. Просто ходячее растение. Он едва не падает в обморок, когда Джако рычит на него. А Росситор... Джонс мягко улыбнулся. — Вы любите задавать вопросы, верно? Шовес пожал плечами. — Как вам угодно. — Хорошо, я продолжу. — Вы знаете, что такое зомби? Шовес нахмурился. — Это что-то, связанное с культом Вуду. Чтобы быть точным, скажем, что это мертвый человек, вынутый из могилы, прежде чем его коснулось тлени. — И возвращенный к жизни, вы это хотите сказать? — К определенному образу жизни. Способный бродить по ночам и выполнять приказания своего хозяина. Дьявольское создание, не способное самостоятельно думать. — Именно таков Росситор. — Таков Росситор. Негр резко рассмеялся. — И самое странное, то, что раньше он был священником, иезуитским священником. — И как вам это удалось выяснить? — Как-то ночью я вышел в поисках спичек и постучал в его дверь. Его не оказалось дома. И ваше естественное любопытство возобладало. — А как же иначе, приятель? — усмехнулся Джонс. — Так вот, на дне правого ящика его стола я обнаружил парочку интересных фотографий. Он не слишком изменился с тех пор. На одной симпатичной фотографии, датированной 1949 годом, изображена группа, примерно в 20 человек, что-то вроде выпускного курса семинарии. Другая сделана в 1950 году в Корее. Там он запечатлен с полудюжиной парней в воротах какой-то миссии или чего-то в этом роде. 1950 год. Начало войны между Северной и Южной Кореей. Может быть, именно тогда Росситер утратил свою веру. Шовес нахмурился, вспоминая это искаженное, изящное лицо. Он вполне мог быть священником, но убийцей это казалось невозможным. Он продолжал думать об этом, когда они вошли во двор беглеца. Глава шестая. Каинова печать. Когда они вошли, зал был пуст. Джонс прошел за стойку бара и взял с полки бутылку коньяка и две рюмки. — Выпейте со мной, — спросил он. Шовес кивнул. — А почему бы и нет? Неожиданно раздался яростный вопль, и с задней двери появился Жако. — Поставь все на место. Ты слышишь меня, черная обезьяна? Джонс холодно взглянул на него. На лице его не было и тени эмоций. — Конечно, я вас слышу. — ответил он на очень приличном французском языке. Потом откуприл бутылку и наполнил обе рюмки. Жако быстро шагнул к нему, схватил за плечо и повернул к себе. — Жако! Роситер стоял в дверях. Его резкий стальной голос не допускал никаких возражений. Жако неохотно повернулся. — Они даже не платят! Недовольно проворчал он. Роситер никак не отреагировал. На нем были серые брюки, рыбацкий свитер ручной вязки и очки в стальной оправе. В одной руке он держал тонкую книжку, пальцем зажимая нужную страницу. — Джонгмены, вы мои гости. — Хотите присоединиться? — спросил Шавес. — Мистер Роситер не пьет, — сказал Джонс. — Нам придется выпить вдвоем, приятель. Он чокнулся с Шавесом, одним глотком опсташил свою рюмку и тут же наполнил ее вновь. Жако что-то проворчал себе под нос, взял другую бутылку и рюмку и ушел на другой конец бара. — Как я вижу, вы вышли прогуляться, — сказал Роситер. Шавес кивнул. — Совершенно верно. — Интересное место. В сезон тут должно быть полно людей. Сюда слишком далеко ехать по разбитому проселку, и жителям не очень нравится посторонний. — Интересно, когда мы сможем отплыть? — Я не могу сказать точно. Нужно дождаться еще одного пассажира. Все зависит от того, когда он приедет. Это может произойти либо сегодня, либо завтра. И когда мы отправимся? В нужное время вам скажут. И не надо беспокоиться. Мы знаем, что делаем. Сзади них робкий голос нерешительно спросил. — Можно войти? В дверях стояла Фамия. К ее безупречной фигурке. Как нельзя лучше шло Алла и Сай. На шее у нее было серебряное ожерелье, а на запястьях — золотые браслеты. Больше всего Шовеза заинтересовала реакция окружающих. Негр смотрел на нее, как знаток в картинной галерее и смотрит на истинный шедевр. Жаку плохо удавалось скрыть свое вожделение. Росситор, казалось, окаменел. Его лицо побледнело, отчего глаза стали более голубыми, чем обычно. А потом он улыбнулся, и показалось, будто в нем что-то растаяло. — Росситор шагнул Фамия навстречу. — Все уже должны были приготовить. Позвольте вас проводить. — Сказал он и повел ее в столовую. Книгу он оставил на стойке бара. Шовез ее поднял. Это была книга «Город Бога», написанная Святым Августином и изданная издательством «Эвремен». Иногда у Шовеза возникало ощущение, что он единственный здравомыслящий человек в этом обезумевшем мире. Оно внезапно появилось и сейчас. Он опорожнил свою рюмку, кивнул Джонсу, и они ушли. Позади гостиницы был большой, огороженный забором сад. Печальное место, где росли сучковатые и скребленные яблони, давно уже не плодоносившие из-за отсутствия должного ухода. Для цветов было еще слишком рано, узкие дорожки завалены скошенной прошлогодней травой. Фамия шла по саду. Рядом с ней роститер. Ее фигурка в Аламсаре слоносошла с картиной Брейгеля, ослепительно яркой, на фоне серо-зеленого ландшафта. Она смеялась, и смех ее, разносяц в тишине, долетел до окна комнаты, где Шовес сидел с Джонсом, наблюдая за садом сквозь занавеску. «Первый раз вижу его улыбающимся», заметил негр. «Она действительно затронула в нем какую-то струну», ответил Шовес. «Но я не знаю точно, какую». Роститер что-то сказал девушке и пошел прочь. Она продолжала гулять одна и остановилась, увидев черную птичку на ветке над головой. Немного погодя, появился Жако. Он был пьян и даже слегка покачивался. Она не замечала Жако, засмотревшись на птичку, пока он не подошел и не коснулся ее плеча. Девушка обернулась, тотчас же в ужасе отпрянула, но он схватил ее за руку, притянул к себе и поцеловал. Может быть, в его намерениях и не было ничего большего, так как, когда она закричала, пытаясь вырваться, он только рассмеялся. Коротким кивком некр указал, что везу на дверь. Они спустились по лестнице, пробежали по коридору и через кухню, но опоздали. На полпути между ними и Жако стоял Роститер, обнимая одной рукой девушку. Потом очень нежно ее отстранил, рука его скользнула в карман, и на свет появилась Мадонна. Жако даже не пытался убежать, что было совсем уж странно. Он упал на колени. По мере того, как Роститер медленно приближался, на лице его отражалось напряжение. Роститер схватил бритонца за волосы и оттянул ему голову назад. Раздался резкий щелчок, блеснула сталь. Очень осторожно он провел кончиком острого, как бритва ножа по лбу Жако, и кровь темно-малиновым занавесом залила его лицо. Жако беззвучно откатился в сторону. Роститер вытер лезвие ножа. Фамия стояла, глядя на него, и на лице ее застыло странное выражение. Он подошел к девушке, обнив ее за плечи и повел мимо Шовеза и Джонса, даже не взглянув на них. Шовез перевернул Жако и опустился на колено. Потом достал носовой платок и вытер кровь, струившуюся по большой, безобразной физиономии. — Ну и как он? — спросил Джонс. — Потерял сознание. Думаю, просто от страха. Роститер знал, что делал. Он крепко его пометил. И не более того. Лейкопластыря должно быть вполне достаточно. — Вы видели его лицо? — Роститера? — Шовез кивнул. Оно напомнило мне слова Фауста из пьесы Марло. — Что это ад, и я нахожусь в нем? — спросил негр. — Это больше, чем искусство. — Шовез усмехнулся. — Можно сделать единственный вывод о системе образования на Ямайке. Она определенно пристрастила вас к чтению. И к письму, приятель, и к письму. Черт возьми, это всегда полезно. Негр подставил плечо под руку Жако и поднял его. Вдвоем они внесли моряка в дом. Днем дождь возобновился с такой яростью, словно разверзлись в небеса, и закрыл все вокруг серым занавесом. Старая женщина, готовившая еду, пришла из кухни, зажгла керосиновую лампу и, не сказав ни слова, тотчас удалилась. Миссис Кэмпбелл и Хамид сели как можно ближе к огню и тихо разговаривали с Фомией. Джонс читал книгу, а Шовес недельной давности газету Монт. Потом он бросил ее на пол, встал и прошел к двери, ведущей в бар. Росси и Торжако сидели за столиком и тихо разговаривали. Между ними стояла бутылка коньяку. Остальная часть бара была пуста, если начитать Мерсье, вытиравшего за стойкой стаканы. Шовес понял, что такая возможность. Едва ли скоро представится. Решив ею воспользоваться, он выскользнул из комнаты и прошел в коридор. Затем поднялся по лестнице, сразу через две ступеньки, прошел по коридору и остановился у дверей Росси Тора. Замок был просто детской игрушкой. Шовес легко открыл его первой же отмычкой и проник внутрь. Комната была почти такой же, как и его собственная. Маленькой и голой, с одной кроватью и старым шкафом с ящиками. Было полутемно. Слабый свет проникал через подслеповатое узкое окно, но возле статуэтки непорочной девы горели две высокие свечи, давая необходимое освещение. Под кроватью стоял чемодан, в котором не было ничего, кроме одежды. Он снова все аккуратно уложил и задвинул его так, чтобы не было видно. Потом просмотрел ящики и нашел фотографии, о которых упоминал Джонс. Шовес изучил их при мигающем свете свечей и лицо Росси Тора бросилось ему в глаза. Оно было совершенно отчетливым, и ошибки быть не могло. Осторожно положив снимки на место, Шовес продолжал осматривать остальные ящики. Больше там не было ничего интересного, если не считать книг, лежащих аккуратной стопкой на подоконнике, Библия, жизнь святого Игнатия Лайолы, город Бога и различные комментарии. Кроме того, там были высказывания председателя Мао Цзэдуна и Капитал. Было довольно странно, что подобные книги собрал католик. Он убедился, что оставляет все в полном порядке, осторожно открыл дверь и вышел в коридор. Почти тотчас же из полумрака появился Джонс, улыбнулся и невозмутимо спросил. — Я был прав? — Шовес кивнул. — Абсолютно. — Я так часто оказываюсь прав, что меня просто тошнит от этого. В это время раздался шум подъезжающей машины. Они подошли к окну в конце коридора и выглянули наружу. У входа остановился Мерседес. Возле него стояли Жако и Росситер. Жако открыл заднюю дверцу, и оттуда появился мужчина в тяжелом пальто с каракулевым воротником и старомодной черной фетровой шляпе. Это был крепко сложенный китаец с круглым, гладким, загадочным лицом, и издали трудно было определить его возраст. — Черт возьми, приятель, это место с каждой минутой становится все больше похоже на организацию объединенных наций, — прошептал Джонс. Мерседес отъехал, и Жако подхватил багаж китайца. — Видимо, это и есть еще один пассажир. Нам, пожалуй, лучше спуститься и посмотреть, что будет дальше. В гостиной Росситер уже представлял гостей друг другу. Когда появились Джонс и Шовес, он повернулся к ним с добродушной улыбкой. — А вот теперь мы все здесь. — Джентльмен, это мистер Чанг. Обворожительно улыбаясь, китаец поздоровался со всеми за руку. Вблизи ему можно было дать лет сорок пять. — Итак, вы австралиец, — обратился он к Шовезу. — У меня было много дел с фирмами в вашей стране. Я из Гонконга. Он со значительно меньшим энтузиазмом пожал руку Джонсу и исчез вместе с Росситером и Жако, который выглядел больным и бледным, а Лопов был заклеен белой лентой. — По крайней мере, он пожал мне руку, — заметил негр. — Приятель, они не любят черных. Или ты уже и раньше это знал? — Для китайца человек другой расы является низшим существом, — заметил Шовез. — Так что не очень расстраивайтесь. Я с этим тоже сталкивался. Он вышел в коридор и стал натягивать один из старых клеенчатых дождевиков, висевших на деревянной вешалке. Джонс прислонился к двери и наблюдал за ним. — Вы куда-то собрались. Хочу немного подышать воздухом. Не возражаете, если я составлю вам компанию? Как вам будет угодно. Негр надел дождевик, и они вышли под дождь. Он падал на землю вертикально, так никакого ветра не было. И когда они миновали ворота, оказалось, что Сен-Денис почти исчез из виду. Шовез шел по сосновой рощи вдоль берега к песчаным дюнам и обдумывал сложившуюся ситуацию. Существовала простая по своим целям организация. Которая могла переправить вас через Ла-Манш, Великобританию, не задавая вопросов, за очень скромную плату — четыре сотни фунтов, деньги на бочку. Есть не считать того, что при определенных обстоятельствах так же охотно вас переправить за борт, обвязав цепями. Познакомившись с Жакой и Росситором, совсем нетрудно было согласиться с такой версией. — Так что же делать с Росситором? Иезуит утратил свою веру, скорее всего, в Китае, где жестокая конфронтация длится уже много лет. Легко было согласиться с существованием Хамида, Фамии и миссис Кэмпбелл, да и Джонс вполне соответствовал этому месту. Но мистер Ченг из Гонконга, он представлял весьма интересный фрагмент головоломки. Шувес остановился на вершине песчаной дюны и посмотрел на Серое море. В этот момент Джонс столкнул его локтем. — Что я вижу? — Кажется, последний пассажир направляется на судно. Шувес лег на землю, потянул за собой Джонса. Росситор и Ченг шагали по деревянной пристани, направляясь к Леопарду. Пока Шувес с Джонсом следили за ними, те взбрались на палубу и спустились по трапу. — Интересно, что они собираются делать? — спросил Джонс. — Есть только один способ это выяснить. Шувес поднялся и пошел к морю, пряча за песчаными дюнами. Джонс следовал за ним. Маленькая рыболовецкая флотилия уже давно вернулась, лодки были вытащены на берег и лежали ровным рядом, что давало прекрасные укрытия. Через несколько мгновений они оказались под прикрытием пирса. Шувес остановился, и Джонс спросил. — А что, собственно, вы собираетесь делать? Бог его знает. Это просто мое ненасытное любопытство. Мне хочется знать, что они затевают. Шувес пробрался по тяжелым балкам и оказался там, где серо-зеленые волны лениво бились о пирса. Здесь сорил тяжелый запах моря, пахло соленой водой, морскими водорослями, мертвой рыбой, резко и остро, но не противно. Он вскарабкался по перечной балке. Джонс следовал вплотную за ним, и тут они услышали шум шагов по настилу у себя над головой. Росет и Рыченко разговаривали между собою на кантонском наречии. Шувес напряг все силы, чтобы услышать, о чем они говорят. Но мог уловить только отдельные слова и фразы. Потом неожиданно раздался взрыв смеха, шаги прогремели над головой и стихли. — О чем они говорили? — спросил Джонс. Шувес покачал головой. — Я не расслышал. — Короче говоря, складывается впечатление, что Ченг прислана из места, которое называется Хелгейт, человеком по имени Монтефиори. — Имеет это для тебя какой-то смысл? — Джон скину. — Монтефиори — это что-то новое, а с названием Хелгейт я уже встречался. Я как-то подслушал разговор между Ростером и Жако. Шуве, стоя на поперечных балках, посмотрел вниз на палубу леопарда. Она имела заброшенный вид, неухоженная, увешанная сетями и заваленная корзинами из-под крабов. Там же лежала резиновая лодка, и к ее корме был прикреплен мощный подвесной мотор. — Одно очевидно, — сказал он. — Если что-то пойдет не так, кому-то из нас придется поплавать. Эта штука не сможет выдержать больше четырех человек, и еще двигаться при этом. Пошли, нам лучше убраться отсюда. Они снова по балкам добрались до берега. Когда они шли по песчаным дюнам, негр же смеялся. — Что смешного? — спросил Шувес. — Ты... — Джон старался сохранить невинный вид. — Послушай, дружище, ты единственный австралиец, какого мне доводилось встречать, который умеет говорить по-французски и по-китайски так же легко, как по-английски. Да, ваши школы в Сиднее, наверное, что надо. — Иди ты к черту! — буркнул Шувес и пошел через сосновую рощу гостиницы. Когда они вошли, Росситер в одиночестве стоял возле бара, и Мерсье наливал ему виски. Англичанин обернулся и улыбнулся. — А вот и вы. А мы вас искали. Мы решили подышать свежим воздухом. — Сказал Шувес. — Что-нибудь важное? — Пожалуй. — Вы, наверное, будете рады узнать, что мы отправляемся сегодня вечером приблизительно в девять часов. — А сколько времени займет переход? — Около семи часов. — Если погода позволит, вы высадитесь на берегу недалеко от Веймута. — Нас встретят? — Естественно. — Мои коллеги на той стороне доставят вас в Лондон не позднее девяти утра. Потом вы будете предоставлены самим себе. — А если что случится? — Если что-нибудь пойдет не так? — спросил Джонс. Росситер немного удивленно посмотрел на него. — Могу вас заверить, что никогда ничего не случалось. Встретимся позже. Он вышел, закрыв за собой дверь, и легкий ветерок прошелестел по углам и затих. Джонс вздохнул. — Хотелось бы мне иметь его уверенность. — Как ты думаешь, эта штука сработает? — А ты? — спросил Лош-Вэс. Они вопросительно переглянулись. — Прислушиваясь к своим невысказанным мыслям, Джонс первым нарушил молчание. На его физиономии расплыла с улыбка. — Я знаю только одно. Ночь обещает быть интересной. Глава седьмая Ночной пожар Ночью пристань была совершенно пустынна. Единственным источником света был одинокий фонарь на шестифутовом столбе. В его резком свете леопард выглядел усталым, безобразным, как шлюха, которая изнавала лучшие дни и теперь была застегнута врасплох, причем успела накраситься. Мерсье с Жако были уже там и готовили катер к отходу. Когда появилась компания из беглеца, Роститер шел впереди с чемоданом Фамии. По отношению к девушке он был самозаботливость, помог ей подняться на палубу и затем спуститься по трапу. За ними следовали остальные. Шовес и Джонс по очереди помогли Хамиду и мисс Кэмпбелл, поддерживая их с обеих сторон. Роститер придержал Шовеса за рукав. — Мне хотелось бы сказать пару слов, прежде чем вы спуститесь вниз. — Вас что-то беспокоит? — вежливо поинтересовался Шовес. — Ваш пистолет. Роститер протянул руку. — Не стоит делать глупости. Вы же хороший парень. Шовес пожал плечами, достал пистолет и отдал его. — Здесь хозяин вы. — Это всего на несколько часов. А теперь давайте присоединимся к остальным. Он кивнул Жако. — Можете отваливать, как только будете готовы. Шовес спустился по трапу в каюту и увидел, что все остальные уже сидят по обе стороны, стоящего в центре стола. Все выглядело до абсурда официально, словно они собрались на заседание компании и ждут председателя. Джонс подвинулся, чтобы дать ему место на обитой войлоком скамейки, и улыбнулся. — Что вас задержало? Прежде чем Шовес успел ответить, появился Роститер. Он склонился над концом стола, опившись на него руками. — Леди и джентльмены. Начинается последняя часть нашего путешествия. — Если погода не ухудшится, а я могу заверить вас, что прогноз благоприятный, то примерно через семь часов вы высадитесь на английском берегу в заливе неподалеку от Веймута. Один из членов нашей организации будет ждать вас там, чтобы доставить в Лондон. Во время плавания я попросил бы вас оставаться в каюте. Есть какие-нибудь вопросы? Никто не сказал ни слова, и он улыбнулся. — Если кто-то проголодался, на камбузе вы найдете бутерброды. Там же есть небольшая плитка, на которой можно приготовить кофе. Позже я зайду снова. Он вышел, и почти тотчас двигатели закашляли, ожили, и катер пришел в движение. Шовес выглянул в ближайший иллюминатор, и в тот момент, когда они отчалили, увидел стоящего под фонарем на пристани Мерсье. Потом он ушел, а Шовес сел на место. — Джонс! — предложил ему сигарету. — Ну, и что вы думаете об этом? — Кажется, они знают, что делают. Шовес наклонился к Фомии. — С вами все в порядке? Она улыбнулась. — Прекрасно, все просто прекрасно. Мистер Росетер был так добр, он внушает большое доверие. Я уверена, что теперь все будет хорошо. — Будем надеяться. Шовес откинулся назад. История с пистолетом дала ему повод для размышлений. За этим мог таиться какой-то зловещий смысл. С другой стороны, возможно, Росетер просто принимал все меры предосторожности, хотя это не имело большого значения для Шовеса. Уже много лет назад на своем горьком опыте он научился никогда в жизни не полагаться на волю случая, поэтому перед самым отъездом прикрепил клейкой лентой к внутренней стороне левой ноги немного повыше лодыжки автоматический вальтер. Он сидел, наполовину закрыв глаза, и наблюдал за Ченгом, читавшим книгу на противоположном конце стола рядом с миссис Кэмбелл. Шовес размышлял, что все это могло значить, и неожиданно вспомнил две вещи — прекрасный китайский язык Росетера и книгу высказывания председателя Мао Цзэдуна у него в комнате. Да, действительно, чем больше он размышлял над этим, тем более загадочным казался ему Ченг. Любовь к морю Шовесу наследовал от своих предков, бретонцев, плававших к берегам Ньюфаундленда на рыбную ловлю задолго до того, как Колумб открыл новый свет. Покинув Олдерни, он сам восемь лет водил тридцатифутовую моторную яхту и знал залив Сен-Мало и весь район Нормандских островов как свои пять пальцев, поэтому мог довольно точно определить маршруты их плавания не только по скорости катера, но и по разным ориентирам. Хотя погода и оставалась превосходной, катер-леопард сильно качала, так как приливной поток нес мимо Нормандских островов, поднимая уровень воды в заливе на тридцать футов. Хамид и миссис Кэмбелл страдали от морской болезни, хотя и пили таблетки, которые Россетр раздал всем еще в гостиницу перед отъездом. Старик выглядел совсем больным. Причиной неприятности была не только качка. К ней добавлялся всепроникающий, зловонный запах бензина, который, казалось, в последний час усилился. Шовес увидел в иллюминаторах, как они обогнули маяк, находившийся на западной оконечности острова Джерси. — Отсюда уже прямая дорога, — сказал он Джонсу. — Если погода не изменится, осталось не больше двух часов. Негр скорчил кислую мину. — Еще немного. И меня тоже начнет тошнить. Бензин достал. — Мне это тоже не нравится. — Тихо, — сказал Шовес. — Думаю, нам стоит подняться на палубу и переговорить с нашим приятелем. Однако дверь в верхней части трапа оказалась запертой. Он постучал в нее кулаком. Через некоторое время появился Роситер и пристально посмотрел на него. — Чего вы хотите? — У нас внизу чертовски воняет бензином, — сказал Шовес. — Старика Хамида уже несколько раз вырвало. Он очень неважно выглядит. Роситер спустился вниз, принюхался и нахмурился. — Я понимаю, что вы имеете в виду. Пожалуй, лучше поднять его наверх, чтобы он смог подышать свежим воздухом. А я прикажу Жако проверить мотор. Джон с Шовесом подхватили старика с обеих сторон и помогли ему подняться по трапу. Наверху бушевали трехбальные волны, но старая посудина прекрасно справлялась с ними. Фонарь на мачте ритмично качался из стороны в сторону, и в его свете был виден Жако, согнувшийся над носовым люком, открывавшим доступ к двигателю. Потом он исчез. Шовеса оставил Джонса присмотреть за стариком и направился к открытому люку. Высота машинного отделения была всего лишь четыре фута, и Жако пришлось растянуться на нижней ступеньке короткого трапа, чтобы нащупать в темноте выключатель. Наконец он нашел его, и при свете его стало совершенно ясно, что их ждут серьезные неприятности. Вокруг его ног плескал из лужа бензина глубиной около дюйма. Жако пролез вперед и исчез из виду, но тотчас же появился вновь. — И насколько плохо обстоят дела? — спросил Шовес, когда Жако поднялся по трапу. Жако как будто не слышал вопроса, закрыл люк и пошел назад к рулевой рубке. Шовес вернулся к Джонсу, который стоял, опираясь на поручень, а другой рукой поддерживая Хамида. — Ну и что дало ваше обследование? — спросил негр. Шовес пожал плечами. — Жако не слишком общителен. Думаю, течь в топливном баке. — Вы совершенно правы, — Рассетер присоединился к ним. У него в руках вспыхнула спичка, когда он прикуривал сигарету. — На случай аварии у нас есть дополнительные баки с горючим, запаса которого хватит на всю дорогу. Жако на них уже переключился. Думаю, чтобы быстро убедить сами, что обстановка улучшается. — Нам следует вернуться вниз? — спросил Шовес. — Один из вас может минут на десять остаться здесь со стариком. За это время ему станет лучше. Он вернулся в рулевую рубку, а Шовес спросил у Джонса. — Вы побудете здесь? — негр кинул. — Конечно. — Хорошо. Тогда я спущусь вниз и посмотрю, как чувствуют себя остальные. Когда он спустился по трапу в каюту, там все еще пахло бензином, но уж не так сильно. Миссис Кэмпбелл выглядела бледной и больной, но с Фамиейой, казалось, все было в порядке. А Ченко откинулся назад, закрыл глаза и скрестив руки на груди. Шовес взглянул в иллюминатор над головой. Вдали мелькнули, исчезли зеленые и красные навигационные огни, словно их задернули занавесом. Нахмурившись, он начал пристально вглядываться и в этот момент на трапе послышал шаги. Джонс помог старому Хамиду сесть на место и усмехнулся. Наверху стало не слишком хорошо. От воды поднимается туман, и снова начинается дождь. Вдруг судно встряхнул приглушенный взрыв. Миссис Кэмпбелл вскрикнула, ее швырнула на середину стола, а Шовес стукнулся о дальнюю стенку. Когда он пришел в себя, леопард остановился и начал дрейфовать. Шовес забарабанил в дверь трапа. Она почти тотчас же открылась, и на пороге появился Роситер с пистолетом в руках. Он был очень бледен, глаза сверкали, однако ствол пистолета не дрожал. — Вернитесь назад. — Не говорите глупостей, — сказал Шовес. — Если что-то случилось, мы имеем право об этом знать. Когда у меня появится для этого настроение и готовность... Роситер толкнул его назад и захлопнул дверь. — Что там случилось? — спросил Джонс. — Мне кажется, это не слишком безопасно. В этот напряженный момент его ямайский акцент претерпел удивительное превращение и сменился безукоризным английским, столь характерным для выпускников английских частных школ. — Парень спекся, — подумал Шовес, а потом отбросил эту мысль. Миссис Кэмпбелл истерично рыдала, и Фамия пыталась ее успокоить. К старому Хамиду вернулись силы, и он стоял, обняв обеих женщин. Наиболее интересной оказалась реакция Ченга. Никакой паники, никакой истерики. Он по-прежнему сидел за столом и внимательно наблюдал за происходящим. Шовес открыл один из иллюминаторов и выглянул наружу. Чувствовался запах гари. Жако с Ростером ругались по-французски прямо у него над головой. — Я тебе говорил, что из этого не выйдет ничего хорошего. — В панике! — кричал Жако. — С такой старой галошей! Это должно было случиться! — Далеко мы сейчас от берега, — спросил Ростер. — Пять или шесть миль, может быть, семь. — Хорошо, доберемся на резиновой лодке. Выбрасывай ее за борт. Друзья в Фиксби помогут нам вернуться в Сен-Денис. Остальную часть разговора отнесло ветром. Шовес увидел Джонса, который стоял рядом с ним на коленях. Что происходит? Из того, что они сказали, следует, что леопарду пришел конец. Они собираются проделать оставшуюся часть пути на резиновой лодке. Это можно сделать? Не вижу причин, почему бы и нет. До берега около шести миль, и у них на этой штуке хороший подвесной мотор. Конечно, не место только для четырех пассажиров, но я не думаю, что для Ростера это проблема. Дверь у трапа неожиданно распахнулась, и на пороге появился Ростер с пистолетом в руках. Он показал стволом на Шовеса и Джонса и скомандовал «Сядьте и не двигайтесь». Они поступили так, как было приказано. Шовес наклонился под столом и ухватился за ручку Вальтера, прикрепленного к ноге повыше лодыжки. Ростер обратился к Фомие. «Мисс Надим, на палубу!» Она пкачала головой в полном медоумении. «Но я не понимаю!» Маска в спокойствии разлетелась на тысячи кусков. Он грубо схватил ее за руку. Дико закричал «Вы хотите умереть?» «Да!» И толкнул ее вверх по трапу. «Марш на палубу!» Мисс Кэмпбелл всхлипнула, когда Фомия скрылась из виду. А Шовес сказал «И что ж мы собираемся делать? Пойти на дно вместе с судном, спинеем гимна, будь верен мне? Ростер не обратил на него внимания и обратился к Ченгу по-китайски. «Быстро выходите на палубу! Катер тонет!» Китаец протиснулся мимо Хаммеда и миссис Кэмпбелл, а Шовес наклонился через стол, крепко сжимая рукоятку Вальтера. «Должен отдать вам должное, Ростер!» «Нужно было иметь крепкие нервы, чтобы видеть то, что вы сделали с Харви Престоном. Но в данном случае четверо вместо одного пойдут на дно». Ростер выстрелил вслепую, и в какой-то мере рефлекторно пуля ударила собалку над головой. Шовеса и отскочила. Миссис Кэмпбелл снова вскрикнула. Шовес толкнул Джонса на пол и быстро выхватил пистолет. Пуля попала Ченгу в щеку, проделала в ней кровавую дыру и ушла дальше, отколов щепку от двери. Ченг не произнес ни звука. Он взлетел по трапу, а Ростер в бешенстве выстрелил три раза. Шовес нырнул под стол. Когда выстрелы затихли, дверь захлопнулась и щелкнул засов. Он вскочил и увидел, что Джонс бросился к трапу. Шовес успел как раз вовремя схватить его и рвануть назад, и в это время за дверью прогремели еще два выстрела. «Подожди, он только и хочет, чтобы один из нас это сделал». Они прижались к стене по обе стороны трапа, и Джонс спокойно сказал. «А вы знаете свое дело, должен отдать вам должное». Шовес усмехнулся. «Вы тоже неплохо себя вели для адвоката». Негр удивился. «Вы знаете, кто я такой?» «Дарси Морган Престон, 29 лет, по профессии адвокат, занимались адвокатской практикой на Ямайке с августа 1967 года. Женаты, имеете двух детей. Здесь пытаетесь выяснить, что произошло с вашим братом Харри. А вы это знаете?» «Наши друзья выбросили его за борт, обвязавшись с тюдесятью фунтами якорной цепи». Дарси Престон выпрямился, отодвинулся от стены, и его лицо помрачнело. В этот момент подал признаки жизни подвесной мотор. «Пошли», — сказал Шовес и прыгнул на трап. Он выстрелил четыре раза, разнеся в щепки и дверь вокруг замка, и сильно ударил по ней ногой. Дверь отлетела, и он кубарем вывалился на палубу. Но было поздно. Шум подвесного мотора исчезал в темноте, в тумане. Глава восьмая. Серый рассвет. «Ну, мои дорогие, что же мы теперь будем делать?» — спокойно спросил Дарси Престон. Внезапно раздался какой-то свист, словно откуда-то вырвался газ. Облако пара поднялось над люком, ведущим в машинное отделение. Корма уже низко осела, и леопард лениво покачивался на волнах, чуть возвышаясь над водой. Неожиданно от трапа донялся чей-то крик, и, обернувшись, Шумес увидел старого Хамида. В рассеянном желтоватом свете фонаря на мачте казалось, что ему по меньшей мере сто лет, но когда он заговорил, испуга в его голосе не было. «Мистер Шумес, они сбежали и оставили нас тонуть?» «Если бы я смог, они бы этого не сделали», — ответил Шумес. «Как себя чувствует миссис Кэмбелл?» «Боюсь, не очень хорошо». Шумес повернулся к Престону. «Выведите ее на палубу и поищите, не найдется ли чего-нибудь выпить». «Жак очень любил ром. Возможно, где-нибудь спрятано несколько бутылок. Заставьте ее выпить как можно больше. Сделайте все, чтобы ее успокоить. А я посмотрю, что здесь можно найти. И, ради бога, поторопитесь. У нас не так много времени». В рулевой рубке в шкафчике он нашел три спасательных жилета и отдал один из них Хамиду. Старик начал был расстегивать пальто, но Шумес покачал головой. «Надевайте поверх пальто. В воде будет холодно». Старик продел руки в лямки, а Шумес отправился дальше осматривать палубу. Единственной вещью, которую можно было сдвинуть, и которая могла бы помочь продержаться на воде, была крышка кормового люка. Он отсоединил ее и потащил к поручням, и в этот момент на палубе появились Престон и миссис Кэмбелл. В желтом свете она выглядела ужасно. Темные глаза полны страха, а вся она съежилась. Шумес почувствовал запах рома. Негр держал одну бутылку в руке, а еще две были зажаты у него подмышкой. Он передал одну из них Шумесу. «Суньте ей в карман, может пригодиться». Шумес протянул ему два спасательных жилета. «Это все же я мог найти». «А вы? Есть старый пробковый спасательный пояс, который поможет мне продержаться. А теперь поторопитесь. У нас осталось всего несколько минут». Неожиданно стало очень тихо, и только дождь продолжал мутными струями падать в свете фонаря. Все собрались возле поручней, готовые броситься в море. Вода уже накрыла корму и ползла по палубе, как зеленый занавес. Шумес взглянул на часы. «Через час наступит рассвет. Мы находимся где-то в пяти-шести милях от берега, но скоро начнется прилив, и нас понесет вместе с ним. Не пытайтесь плыть. Вы только быстро устанете и остынете, и не надо снимать одежду. Миссис Кэмпбелл, мы хотим устроить вас на крышке и люка. Лежите спокойно, даже если вода будет захлестывать вас. Остальные будут держаться за крышку по бокам. Очень важно, чтобы мы плыли вместе. Есть какие-нибудь вопросы?» Леопард неожиданно наклянился на борт. Престон потерял равновесие и вылетел в море. Потом вынырнул и ухватился за поручень. Он даже смог улыбнуться. «Следовало бы проделывать это чаще. Пожалуй, стоит побыстрее сбросить крышку люка, не думая, что наш суденушка долго протянет». Странно. Как всегда, о судне думают, как о живом существе, наделенном душой. Неуклюже, плывя со спасательным поясом под мышками и ударяясь о край крышки люка, шовец смотрел, как леопард плавно уходит под воду. Какое-то время красные и зеленые навигационные огни еще горели на верхушке мачты, а затем и они исчезли. Не холод, в котором не было ничего хорошего, а темнота была их настоящим врагом. Спустя некоторое время тело приспособилось к температуре воды, спасало и то, что все они были теплоодеты. О, темнота угнетала! К тому же миссис Кэмпбелл непрерывно стонала, причем эти стоны очень часто прерывались приступами рыданий, и никто не мог ее успокоить. Постепенно наступил серый из-за тумана рассвет. Видимость не превышала сотни ярдов. Ишовец с некоторой тревогой заметил, что свежий бриз холодит его щеки, а вокруг них стали появляться белые барашки. Он обернулся к Хамиду, который ухватился рядом за крышку люка. Старик прилично держался на воде, благодаря спасательному жилету, но Тюрбанова намок. Кожа на лице сморщилась так, что выступила каждая косточка. — Как вы себя чувствуете? С вами все в порядке? Можете держаться? Хамид молча кимнул. Ишовец перебрался на другую сторону крышки, к Дарси Престону. Негр устал и улыбнулся ему. — Поднимается ветер, — сказал Шовец. — Вы чувствуете? Он гораздо быстрее погонит нас к берегу, но дело осложняется так, что будьте внимательны. Рот негра раскрылся в беззвучном крике. Шовец обернулся и увидел быстро надвигавшуюся и закрывавшую небо серо-зеленую стену воды. Он ничего не мог с этим поделать, да и никто не смог бы. На этот раз миссис Кэмбелл, слава богу, не успела даже вскрикнуть. Волна подняла крышку, люкок, пробку, перевернула и швырнула вниз. Шовец вынырнул в потоке белой пены, пытаясь вдохнуть воздуха и, все еще сохраняя плавучесть, благодаря старому спасательному поясу, миссис Кэмбелл отбросила на двадцать-тридцать футов в сторону. Престон плыл к ней. Хамид оказался справа, и Шовец поплыл к нему. Было похоже на то, что старик сильно ударился. Он потерял свой тюрбан, и длинные седые волосы свободно распустились по воде. Так он лежал на спине и совершенно обессилел. Когда Шовец добрался до него, порыв ветра разорвал туман, и он увидел на горизонте, не более чем в мире от них, низкий берег. Либо Жако был слишком осторожен в своих оценках, либо их несло гораздо быстрее, чем он представлял. Шовец повернулся к негру, который все еще плыл к миссис Кэмбелл и закричал «Земля, Престон, земля, не больше мили!» Престон поднял руку в знак того, что он понял, и поплыл к миссис Кэмбелл. Туманный занавес снова упал и скрыл землю. Шовец добрался до старика и прижал его к себе. «Теперь осталось уж недолго. Я видел землю». Хамид устал и улыбнулся, но говорить не мог. Шовец достал из кармана бутылку рома и выдернул пробку зубами. «Выпейте немного». Он заставил старика открыть рот и выпить. Хамид закашлялся, задохнулся, покачал головой и прошептал. «Моя религия эта запрещает! Старина! На этот раз Аллах вас простит!» Сказал Шовец на урду и проглотил остатки рома. Он ответил на том же, своем родном языке. «Если я выживу, значит, такова воля Аллаха. Если умру, пусть будет так». Прошло еще полчаса, и Шовец начал по-настоящему ощущать холод. Он снял пояс своего плаща и привязал им себя к Хамиду, который плавал рядом. Ни Престона, ни миссис Кэмбелл не было видно. Некоторое время тому назад они исчезли из поля зрения. Старый Хамид был неподвижен, глаза закрыты. Лицо, синий от холода, напоминало маску смерти. Шовец ударил его пару раз по щекам, и старик посмотрел на него отсутствующим взглядом. На лице появилась какая-то тень. Потом узнал, кто рядом с ним. Губы пошевелились. Он шептом спросил на урду. «Али! Али, сын мой! Ты это?» «Да, отец!» Шовец собрал все силы, чтобы ответить правильно. «Осталось уже недолго. Скоро мы будем дома!» Старик улыбнулся. Глаза его снова закрылись. И в этот момент волна неожиданно подняла их высоко к свинцовому небу и продержала так долго, что Шовец увидел крутые скалы, не более чем в двух сотнях ярдов от них. К ним неслись волна за волной, и белая вода ударяла о далекий берег. Теперь они быстро плыли вперед, оказавшись совершенно беспомощными в объятиях потока, тащившего их к берегу. Когда вода попыталась их растащить, Шовец крепко ухватился за старика, и тут снова стена воды, зеленая, как бутылочное стекло, обрушилась на них. Шовец погрузился слишком глубоко, почувствовав, что он один, и стал яростно бороться за жизнь, как попавшийся на крючок рыба. Старый хамид исчез, но странно, что Шовец не испугался. Если он должен умереть, то умрет в борьбе. Такое поведение, общее для всего живого, известно психологам как реакция на критическую ситуацию. Это ярость, с которой каждое живое существо борется за выживание, когда не остается ничего другого, и оно либо загнано в угол своими врагами, либо оказалось в одиночестве в море белой воды. Так это случилось теперь с Полем Шовецом. Он вырвался на поверхность, глотнул воздуха и снова ушел вглубь, срывая пуговицы плаща. Ему удалось избавиться от плаща, а затем и от пиджака, и он снова всплыл, чтобы глотнуть воздуха. Немного больше времени понадобилось, чтобы сбросить ботинки, видимо, потому что ноги они имели от долгого пребывания в холодной соленой воде. Наконец он освободился и от них, и снова поплыл. Его яростное желание выжить придавало ему силы, которые он черпал из внутренних резервов, скрытых в каждом человеке. И вдруг его ноги почувствовали песок, и он снова ушел под воду. Волна бросила его вперед на большой круглый валун, с которого истекала вода, и он очертился по колено в морских водорослях. Вторая волна накрыла его. Пальцы вцепились в расщельну в скале и держались за нее, пока вода не схлынула. Тогда Ашовец поднялся и неуклюже заковылял к полоске белого песка у основания скал, где оказался в безопасности. Некоторое время он лежал ничком, жадно глотая воздух, затем заставил себя подняться. Хамид! Нужно найти Хамида! Вода была у него во рту, в ушах, в горле. Казалось, она проникла в самое сердце. Он пошел вдоль скал, к линии прибоя, и тотчас увидел Хамида. В тридцати, сорока футах. Тот лежал на мели, волны перекатывались через него. Ашовец бросился бежать, крича на урду, «Я иду! Держитесь!» Конечно, это было глупо. Он понимал, что старик, скорее всего, мертв. Он вытащил тело из воды, перевернул его, и произошло величайшее чудо из чудес. Глаза старика открылись. Хамид улыбнулся, всю усталость и боль смылась с его лица. «Али, сынок, я знал, что ты придешь!» прошептал он. «Благослови меня!» «Ох, благословит тебя старик!» «Возьми меня за руку!» Сказал Шовец на урду. «Трижды благословит!» «Иди с Аллахом!» Старик удовлетворенно улыбнулся, глаза закрылись, и жизнь покинула его. Шовец какое-то время стоял рядом, на коленях, не обращая внимания на холод, и, ничего не видя, смотрел в пространство. Когда он, наконец, поднялся, ты увидел в нескольких ярдах Дарси Престона, мрачно глядевшего на него. Как и Шовец, негр был в одной рубашке и брюках, его спасательный жилет исчез. На лице у него была царапина, а другая — на ревом плече. «Что с миссис Кэмбелл?» спросил Шовец. Негр пожал плечами. Я пытался схватить ее, когда большая волна разделила нас, но поток был слишком силен для меня. Она еще плавала на поверхности, когда я последний раз ее видел. Думаю, она могла выжить. Он сам себе не верил, да и никто из них не верил в это. Поэтому Шовец устал и пожал плечами и сказал, «Давайте выбираться отсюда. Мы его не заберем. Пусть все остается, как есть», сказал Шовец. «Обстоятельства в данный момент складываются так, что будет значительно лучше, если нас не обнаружат рядом с ним. Если мы поднимем его выше на берег, станет ясно, что его перенес туда кто-то». «Но какого черта мы теперь собираемся делать?» Требовательно спросил негр. Шовец посмотрел на часы. «Без четверти пять. Мы найдем дорогу и ближайшую телефонную будку. Я позвоню своим людям, а потом мы спрячемся у ближайшей изгороди и будем ждать. Через час после этого вы окажетесь на пути в Лондон». Дарси Престон покачал головой. «Кем бы вы ни были, одно совершенно ясно. Вы не из полиции». «Справедливое замечание», сказал Шовец. «А теперь давайте выбираться отсюда». В свете серого утра они направились к скалам. «Без четвертый четыре утра». Продолжение следует...